Итак, друзья, сегодня у нас очередное заседание. Я представляю слово непосредственно руководителю Интеллектуального клуба России на платформе «Простой и товариществе диалог», известнейшему мировому учёному, я бы сказала, кто является основоположником в настоящее время интеллектологии в России, Борису Борисовичу Леонтьеву. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Спасибо, что собрались. Я сегодня хочу представить тот доклад, большой доклад, который был в Президиуме Российской Академии Естественных Наук 21 февраля 2017 года. Материал к этому докладу я готовил в конце 2016 года и Минюст в журнале «Правовая информатика» издал, ну вот этот достаточно большой, ёмкий материал на 76 страницах. Но это, вы понимаете, что это журнальные страницы по два столбца, объём очень большой. Здесь больше 30 законов интеллектуальной природы описаны, больше, чем в книге. Книга писалась впоследствии, по результатам. Часть этого доклада была опубликована в кратком виде, вот в журнале, или там, можно сказать, ежемесячник, «Вестник интеллектуальной природы», это май 2017 года. Вот здесь у меня два экземпляра. Кто-то захочет взять, может взять эти два экземпляра. Сейчас я просто представлю вам вкратце то, что говорилось тогда, три года назад. Речь об устворевании этой информации, этого знания быть не может, потому что конкуренции в этом вопросе не существует. То, что было три года назад, то, что сейчас происходит, это, как сказать, развитие. Правда, сейчас я и мои коллеги, которые этим занимаются, ушёл значительно дальше. У нас ещё появилось порядка, наверное, 50 законов за это время. Они здесь не изложены, здесь всё достаточно кратко. Если бы я излагал все законы, разговор бы затянулся за полночь. Этого делать не надо. Моим последователем по докладу будет Станислав Владимирович Скородумов, профессор мой, с которым мы знакомы, ну, лет 30, наверное. Лет 30. Станислав Владимирович вот как-то странно оказался моим учеником 30 лет назад, когда я читал лекции по оценке управления интеллектуальной собственности, там, в торгово-промышленной палате и в Академии народного хозяйства. Он был моим слушателем. После этого мы стали с ним встречаться. И он в моем институте регистрировал объекты интеллектуальной собственности, созданные у них на кафедре, кафедры прикладной математики. Его ученики становились неоднократно призерами международных конкурсов, что уровень подготовки там очень высокий. И Станислав Владимирович по результатам изучения вот этой интеллектуальной природы, которую он видел и по книге, и вот по этому журналу, он разрабатывал свою программу, которую он вам сегодня представит. И эта программа, она чисто прикладная. Значит, из этой программы мы убрали мои слайды, которые повторяются у меня у него. У него чисто прикладная работа, которая касается мониторинга показателей здоровья лётного состава. Правильно? Пилотов, штурманов, авиодиспетчеров, всех, кто обеспечивает безопасность полётов в российском и международном небе. Вот, ну, сейчас я с вашего позволения сяду, чтобы было мне виднее. Значит, вот природа сама по себе, для того, чтобы говорить вообще о третьей природе, сама по себе она понимается в разных ипостасях. Я обратился к большой российской энциклопедии, и вот там вот в широком смысле природа понимается, как всё сущее, весь мир в многообразии его форм, употребляется в одном ряду с понятиями космос, универсум, Вселенная. Часто природа называется просто объектом естествознания, основным объектом естествознания. И третий смысл – это совокупность естественных условий существования человеческого общества. В этом смысле антитезой понятию природы является понятие культура. Но по поводу понятия культура я бы сказал так, что мы, почему-то, слушая наших думцев, считаем, что культура – это кино и театр. На самом деле, если обратиться к классикам, допустим, к Дмитрию Лихачёву обратиться, то он говорил, что культура – это прежде всего наука, образование, инновации, производство. Ну и где-то там в хвосте культуры кино и театр. Значит, мое мнение такое, что кино и театр являются пропагандой культуры. А культура на самом деле, она сосредоточена действительно в системе науки и образования в современной, в современном производстве, в современных технологиях, в современных отношениях в обществе, в том числе и в политике. А то, что творят там на сцене и в кино – это пропаганда культуры. Уж как они понимают современную культуру, это на их совести. Поэтому, что касается понятия природы, мы считаем, что понятие природы – это та совокупность естественных условий существования человеческого общества, в этом смысле антитезой, все-таки является понятие культура, а эта культура у нас воспринимается и воспроизводится как третья природа. Ну и здесь она написана в большой энциклопедии как вторая, а у нас как третья природа. Кстати, вот в этом журнале, вот в этом миньостовском журнале как раз говорится о том, что это третья природа. Первая – неживая, вторая – живая и третья – интеллектуальная природа. И этот журнал начинается с интервью главного редактора со мной. Он задает мне там два десятка вопросов, я ему отвечаю на эти злободневные вопросы, и здесь речь идёт о третьей природе. Так мы и будем относиться. Ну вот наша классификация такова, что неживая – это астрофизическая, геофизическая природа и микромир. Живая природа – это микроорганизмы, растения и животные. И если говорить про соотношение микроорганизмов растений и животных, всем кажется, и мне до определённого времени казалось, что больше всего в живой природе всё-таки, наверное, растений. В последнее время, разговаривая со специалистами в биологии, я выяснил, что микроорганизмов оказывается просто, может быть, даже на порядок больше, чем животных. Растения между ними находятся. Основными признаками любой природы являются многообразие и иерархичность форм природы. Второе – адаптивность и системность взаимоотношений между формами. Третье – цикличность воспроизводства более адаптивных форм во времени и пространстве. И четвёртое – самосохраняемость более адаптивных видов и форм всей эволюционирующей природы. При этом каждая из этих природ, из трёх природ, эволюционирует. Эти критерии справедливы для всех трёх видов. Основным законом всё-таки мы в то время, по крайней мере, и может быть, даже и до сих пор считаем всё-таки закон всемирного тяготения, потому что энергетические центры, как основные массы, привлекают в себе все элементы природы. Это происходит, по сути дела, в неживой природе во Вселенной. Вы видите, что происходит с нашей Вселенной вокруг чёрных дыр, как они поглощают и звёздные системы, и не говоришь про планеты. В живой природе естественными такими центрами являются центры с богатой растительной и животной пищей. И, в конце концов, как мы считаем, переформатирование живой природы на Земле происходило многократно за счёт того, что в земную кору врезались, по некоторым оценкам, раз в 10 тысяч лет, по другим 20-30 тысяч лет врезаются крупные астероиды, которые переформатируют биологический мир, и все крупные организмы постепенно исчезают. И, таким образом, вот такое переформатирование, по сути дела, по нашей, опять-таки, версии, привело к тому, что происходили после вот таких катастроф, глобальных катастроф, происходили зарождение вот этих залежей нефти, газа, сланцев. Ну, если говорить про сланцев, то сланцы, конечно, накопили, наверное, больше всего солнечной энергии за миллиард лет, потому что природа, по нашему мнению, живая природа возникла через миллиард лет после того, когда появилась Земля. Дальше вот здесь мы хотим показать вам вот такой график, где начало, это все 4,5 миллиарда лет, как известно, 4,6 миллиарда лет наша Земля существует, но это по данным разных ученых. И вот только последние, допустим, вот где-то 100 тысяч лет достаточно активно развивается интеллектуальная природа. Сланцы, они в свое время появились таким образом, по нашей оценке, что они насыщались тоже какими-то микробиологическими организмами, которые поглощают энергию Солнца, и таким образом вот эта солнечная энергия, она, в общем-то, сосредоточена в сланцах. Конечно, есть и совершенно другие версии у ученых, что это чисто химические такие какие-то реакции, но это все на уровне гипотез. Но вот в этой схеме мы вам хотим показать, что вот эти три природы, развиваясь эволюционно, довели до такого нового качества развития биологического мира, что появился человек на основании определенных преимуществ. Это пятипалость как инструментарий действия, причем вот с этими мягкими сенсорными подушечками, которые позволяют нам осязать практически любые поверхности, и в том числе и температуру, и шероховатость. Прямохождение. Прямохождение, как ни странно, является энергетическим стимулятором мозга за счет того, что мужичок производит большую, очень сложную, в данном случае подсознательную совершенно работу для того, чтобы держать положение тела вертикально, и когда я разговаривал со специалистами по искусственному интеллекту, они мне просто сказали такую разницу. Если, допустим, робота поставить на широкую ступню, стопу, то робот, ну вообще там техническая задача не очень сложная. Он может спокойно передвигаться, сохраняя равновесие, но если поставить робот на две точки, это совершенно по сложности совершенно другая задача. Причем работа вот этого вестибулярного аппарата, она настолько становится мощной и сложной, что держать равновесие на двух точках, ну вот такие технические системы почти не могут сегодня. Ну если говорить про человека, то становится совершенно ясным, что вот именно вот это положение, вертикальное положение, оно создало такие условия для нашего мозга, что энергетический потенциал и энергетические процессы, которые там происходят в мозге, они намного активнее, значительно, может быть там на порядке активнее, чем у любого животного. За счет этого вот интеллектуальная деятельность и принятие решений при появлении каких-то проблемных ситуаций у человека происходит гораздо быстрее, чем у любого животного. Но животное, если накапливает свои какие-то знания в отношениях с окружающим миром за счет своих инстинктов, а инстинкта у животного вообще-то, ну я бы сказал даже не инстинкты, инстинктов там много и сосательные и прочее, но поведенческие инстинкты, поведенческие в основном, вот как говорит биохимик Савельев, в основном три – это то, что касается пищи, он суетится по поводу пищи, второй вопрос – то, что касается размножения, продления рода, стратегический такой инстинкт, и третье – это доминирование. Любое животное стремится доминировать в своем ареале, почему? Потому что тот, кто доминирует вот этой элите, достается, ну достается больше, гораздо благ, чем всем остальным. Ну, собственно, в нашем обществе мы примерно это и видим. И если говорить, что вот кто-то там по интеллектуальному уровню поднялся, вот это самый интеллектуальный человек на высоком уровне, то мы четко должны просто понимать, что это чисто биологический инстинкт для доминирования, и здесь интеллектуальные возможности и его способности, ну, будем говорить, не всегда проявляются, не то что проявляются, а не являются критерием высокого интеллекта. Дальше, мы всеядны, в отличие от очень многих животных, большинства животных, мы всеядны. Потом, наша гортань способна произносить любые звуки в природе. Вот понятие агрегарность, есть такое понятие. Значит, это отношение взаимовырочки и взаимоподдержки и сотрудничества у людей. Это выражено гораздо активнее, чем у любых биологических организмов. Есть еще, вот здесь пять, еще один бы я назвал, которого здесь нет критерий. Это церебральность. Это церебральность, это связанное с развитием мозга и с длительным воспитанием наших детей, которые воспитываются гораздо дольше и гораздо тщательнее, чем все детеныши у всех животных. И вот этот период воспитания, он играет колоссальную роль за счет вот такого воспитания мы передаем основы своей культуры взаимоотношений. Кстати, вот ментальность, она передается как раз на на этом уровне, воспринимается в этом возрасте. И если, допустим, брать детей, вот маугли, с ними, ну не то, что проводили эксперименты, а изучали их неоднократно, то дети, которые попадают в естественную биологическую среду, живут без своих родителей, то они становятся, в общем, такими же биологическими организмами, животными, немножко более развитыми, немножко более способными, чем остальные. Но говорить они не умеют, культуру они не воспринимают, и потом, когда их находят там в шестилетнем, восьмилетнем возрасте, и пытаются интегрировать в общество, то эта интеграция, в общем-то, успехами не заканчивается. Там начинаются большие проблемы по их адаптации. Если говорить про то, как происходила, по сути дела, эволюция и сама адаптация человека к живой-неживой природе, то вот наша версия такова, и наше полное убеждение, что всё происходило через технические средства. Первичными техническими средствами были палка, камень, вода и огонь. И вот за счёт применения вот этих базовых технических средств мы, наши предки, получали какие-то определённые блага, потом они эти блага, эти инструменты усовершенствовали, и каждое усовершенствование этого инструмента давало новые понятия, новые определения, как, будем говорить, и сказуемое, и подлежащее какой-то предмет, и как действие сказуемое. И таким образом накапливался вот этот тезаурос совершенно естественным путём через техническое развитие. Ни какие-то сверх какие-то существа не приносили этот язык, это всё происходило эволюционно и очень медленно. И когда говорят, что вот мой один знакомый, например, сказал, что он хочет написать книжку по поводу того, что вдруг появлялись какие-то гении, которые придумали там лук, стрелу, потом меч, топор, ещё что-то. Это вот гении такие появлялись среди наших предков, и вот за счёт этого скачкообразного так развивалась природа. Но с чем я категорически не согласен, потому что у Андрея Бергсона есть совершенно замечательное произведение, которое называется «Творческая эволюция», где он очень подробно, очень нудно, внимательно, очень тщательно на двухстах страницах объясняет, как происходила эволюция биологических организмов, по сути, по параметрам информации, инстинкты, интуиции и, в конце концов, интеллект. Он объяснил это. Сто лет назад он получил Нобелевскую премию. Это произведение в Западной Европе читали большинство образованных людей, и поэтому, понимая, как происходил эволюционный процесс, Западная Европа, в отличие от других стран, более склонна к тому, что всё-таки человек произошёл через эволюцию, а не через божественные какие-то явления. Значит, вот технические средства, они развивали язык. Когда тезаурус, наш язык расширялся, общение, появлялись какие-то идеи, куда-то сходить, что-то сделать, как-то самоорганизоваться, какие-то проблемы новые решать. Потом эти идеи превращались в более системные знания. И эти знания, в конце концов, в итоге превращались в научные дисциплины. Первые научные дисциплины – это физика. То, что касалось к расчётам, к счёту, количественным измерениям – это математика и геометрия. Ну и вот таким образом дальше это всё развивалось. Появилась там химия, потом в 1802 году появилась биология как интегральное знание различных организмов. Ну вот развивались отношения. На базе всего этого появлялись всё-таки новые вещи. И как Вернадский сказал, в конце концов, вот всё это, весь этот биологический мир, оброс новой такой структуры, которая называется ноосфера. Ноосфера, по сути дела, это такая техническая среда, которая развивается с помощью человека. И все отношения в этой среде, которые развивает человек, они тоже относятся к понятию ноосфера. На эту тему сегодня очень много литературы, особенно глобалисты, много чего пишут, там и про катастрофы, и про загрязнение среды и так далее. Ну, если говорить про саму эволюцию человечества, то вот как результат интеллектуального развития происходило по этапам. Сначала была у наших предков охота, собирательство и благоустройство быта. Потом следующий этап – это аграрно-скотоводческая революция. Потом люди стали развивать металлургические процессы и создавать керамические изделия, кераминометаллургическая революция. Далее появилась промышленная революция. Но здесь я вам хочу сказать сразу, что первая промышленная революция в Англии появилась через 50 лет после того, как появился в Англии такой закон монополии патентов. Это 1628 год, появился такой нормативный документ. Почему это важно, об этом нужно сказать, потому что через 50 лет стало многим предпринимателям понятно, что вкладывать большие свои средства, финансовые средства в развитие какого-то производства – это выгодно, потому что монополия давалась на 14 лет. За 14 лет любой обладатель такой монополии может запрещать всем остальным использовать то же самое и получать все доходы, связанные с его вот этим техническим решением, которое было запатентовано. Причем первые патенты и в Англии, особенно в Соединенных Штатах, они прежде всего, когда, прежде как получить патент, изобретатель должен принести реальную модель, как это работает. Модель, допустим, ткацкого станка, как вот в патентном музее в Соединенных Штатах сейчас можно увидеть огромное количество вот этих вот образцов. Ну, там эти куклы Барби, всякие бутылки, какие-то приспособления. Так вот, когда этих образцов стало накапливаться огромное количество, ну, пришли к выводу, что их можно накапливать много, и под них нужны огромные помещения, склады, и все это заполоняется пространство вот этими моделями, которые требуют еще и учеты, ну, много чего, дополнительного персонала, сложных каких-то работ. Такая необходимость вроде бы отпала после того, когда перешли на бумажные носители и стали все изобретения, по сути, фиксировать на бумажном носителе. Появились патентные бюллетени, которые стали распространяться по всему миру, и вот на базе вот этих патентных исследований и бюллетеней мир изучал определенный уровень развития техники. После промышленной революции, а у нас она произошла, кстати сказать, в Российской Федерации в 1870 году, после появления крепостного права в 1861 год, до этого рынка труда в России не было, и когда появился рынок труда, тогда началась промышленная революция. Хотя сама патентная система у нас была впервые зарегистрирована в 1812 году, за сутки до нападения Наполеона. Об этом я на первой лекции, по сути дела, на первой нашей встрече говорил. Вот сейчас хочу просто напомнить, что это очень интересный факт, что за сутки до нападения Наполеона царь принимает вот такой патентный закон у нас. Ну вот сейчас развивается научно-техническая революция, и, можно сказать, она переходит в информационно-технологическую, которая сегодня уже, по сути дела, охватила передовые страны мира. Ну а вот последнее, нейрофизиологическое, это наш прогноз. Мы считаем, что следующая революция будет нейрофизиологическая, потому что всё идёт с внешнего мира вовнутрь нашего сознания, вот это развитие. Что своим сознанием, своим интеллектом мы начинаем заниматься всё активнее, активнее и всё более системно. Вот здесь представлена базовая модель исторически развивающегося интеллекта, чтобы в целом компактно было более-менее понятно, что происходит. Ну, у людей, у конкретных людей, у сообществ каких-то, у групп людей, у семей появляются какие-то проблемы адаптации. Они, в конце концов, применяют для этой адаптации какую-то определённую технику. Это идёт, это шло изначально через механические какие-то приспособления. Они, как я вам уже только что говорил, развивают язык, развивают новые отношения. Тут появляются вот эти вот, первые появляются производственные отношения по производству каких-то изделий, керамических, там, обуви, одежды, жилища, другие какие-то отношения. Вот, развиваются определённые способности, появляются идеи, накапливаются знания. Обладателями этих знаний являются мудрецы, которые к определённому возрасту, а в то время средний срок жизни был где-то от 28 до 32 лет, вот в 32 года уже люди были мудрецами, передавали свои знания детям. Вот таким образом культура накапливала, все эти знания развивала, появилась вера, поскольку это был период до научного развития. Научного развития тогда не было, ну, сами понимаете, что такое наука. Наука – это знания, проверенные на практике. Прежде чем получить какое-то знание, нужно провести массу экспериментов. Этих экспериментов никто в древние времена не проводил, поэтому любые знания, они воспринимались через веру. Кто-то что-то рассказывал, в это верили, и, соответственно, вера возникла тоже совершенно естественным путём. Многие свои знания выстраивали на приметах. Сегодня огромное количество людей живёт, и свои отношения тоже выстраивают на приметах. Как ни странно, мистика никуда не делась. Мистика сегодня является хорошим, дорогим товаром. Её тоже очень хорошо продают. Ну вот, в конце концов, основными ценностями стали бессмертие, здоровье, могущество, достаток, безопасность, комфорт и стремление к всезнайству. Вот здесь, если рассматривать, ну, в общем-то, иерархию природы, то, конечно, базовой, естественно, является неживая природа, биологически известная на нашей планете. Биоальтернативная, как вот мы здесь представили, мы вполне допускаем. Не то, что допускаем, а наверняка она существует. Это природа какая-то своя биологическая на других планетах, это ясно. Мне кажется, даже это не стоит здесь что-то гадать и обсуждать. Это наверняка есть, тем более, что последние несколько лет астрономы находят планеты, где, по их предположению, развивается биологическая природа. Там наблюдаются немножко другие окраски, не только зелёные. Там и коричневые, и какие-то серо-бурмалиновые, ну, в общем, другие. Ну, и раз есть биологическая, там есть своя эволюция, там, соответственно, могут быть и интеллектуальные природы. Не обязательно это произойдёт, но вполне возможно. Теперь, что мы делаем в интеллектуальной природе? Что такое интеллектуальная природа? Интеллектуальная природа – это, по нашему мнению, это всё-таки совокупность определённых законов и закономерностей, которые были, есть и будут всегда. Ну, если говорить про все социальные знания, то в этих социальных знаниях нет вот этих определённых устойчивых закономерностей, которые были бы отмечены как несокрушимые и вечные. По сути дела, если вы возьмёте какие-то учебники, начиная с экономики, социологии, психологии и так далее, как вот господин Савельев, я ещё раз на него сошлюсь, он биохимик, великолепно системно понимающий биохимию мозга человеческого, он говорит, что в социальных знаниях, в частности, в психологии, нет аксиоматики. То есть наука, не построенная на аксиоматике, наукой быть не может. С чем я с ним абсолютно согласен. Если эта аксиоматика есть в математике, есть в физике, в химии, в биологии, совершенно чёткая аксиоматика, причём вот эти законы, которые были, есть и будут, и мы их со временем всё лучше и более системно понимаем, то в социальных знаниях этой аксиоматики пока не возникло. И поэтому вот наш феномен интеллектуальной природы, который мы предлагаем вашему вниманию понять и изучать, он прежде всего должен быть построен на аксиоматике. Если мы её не создадим, вот в частности я это не создам, но грош мне цена тогда. Вот цена моего, можно сказать, многолетнего исследования. Но на наш взгляд мы такие законы нашли, увидели. У нас сейчас около ста этих законов, и дальше вот структуру вот этих законов мы рассматриваем именно вот в таком виде, что закон – это совокупность закономерностей, А, Б, Ц, Д. Каждая закономерность состоит, определяется из каких-то эффектов, природных эффектов, которых огромное количество. И поэтому законов на самом деле не очень много, закономерностей, на наш взгляд, значительно больше. Может быть, даже на порядок больше, чем законов, а эффектов ещё на порядок больше. Таким образом, если системно заниматься этой областью знаний, то можно выстраивать вот эту науку, где Российская Федерация является лидером на сегодняшний день. Прошу прощения, вот зал слушает так сухо, может быть, какие-то моменты. Я просто хочу нести некоторые поправки такие. Знаете, чисто, может быть, женской логикой, но прошу простить, почему, потому что мы говорим о социологии. Почему Россия была такой мощной, сильной структурой, всегда побеждала и выпрямляла ситуацию в мире, когда возникали какие-то проблемы, вы помните, да, всегда защищая себя, защищала другие народы. Социология. Я хочу коснуться ещё вот этого момента, что сегодня мы видим, благодаря инструктологии, что человек самое интересное, что в этом мире есть. То есть начиная с клетки, заканчивая человеком. То есть мы не знаем сами себя, изучаем больше себя. И сам же человек, открывая законы, понимает, что происходит, кто он, что он и так далее. И вот я хочу остановиться на очень таком важном моменте. Он, конечно, может быть частного порядка. Социология, семья. То есть почему семья является ключевым таким форматом передачи интеллектуологии. Почему это выразилось потом в сословии в России. И хочу остановиться на том, что даже, обращая ваше внимание, в России сословные знания, навыки, исторические факты, те, которые были, передавались через правила семьи. Сейчас об этом, к сожалению, не принято говорить. Это утерянное после 1917 года. Вот сейчас очень много показывают искусственных структур. Они всегда проигрывают природным законам. Что я имею в виду? Когда создаётся искусственно гражданское любое общество, которое хотело бы изменить ситуацию в мире, оно обречено на провал 100%, потому что это общество не поддерживается законами природы. То есть можно долго давать деньги, вкладывать, но нет роста. И если мы говорим о естественном понимании этого процесса, естественном, то есть люди начинают развиваться, то есть люди начинают понимать эти процессы, люди начинают работать в этом направлении над собой. Поэтому вот я всегда своим студентам говорила, можно пройти любые тренинги, вы получаете прекрасные знания, тренинги личностного роста. Но вы не будете расти, вы получили лишь знания, и преподаватель вам дал инструмент, благодаря которому вы можете вырасти. Но работать вам придётся. Так вот сейчас, почему мы остановились тогда и стали это показывать, то есть интеллектология, которая поделила людей, это страшно сказать, но если в Российской империи толчком развития интеллектологии были семьи, которые планировали, то есть понимаете, семью планировали, об этом все не говорят. То есть семья была таким инструментом в России, когда случались какие-то кризисы, войны, в России были к этому готовы, 1912 год и так далее. И вот элита была, основная элита, составляющая служению России, не работа, а служению. То есть они могли, они так были готовы к любым критическим и любым катастрофам, что семья заменяла государство. То есть были юристы, священники, военные, женщины, которые исполняли свои обязанности. То есть таким образом, если локально в государстве происходило что-то, любая семья могла выехать и остаться живой, потому что они работали, развивались и так далее. Есть очень интересный пример, великолепная книга, я потом поделюсь. Когда известнейший ученый-биолог, значит, знает, что его семью могут расстрелять, он оставил в Москве квартиру, забрал свою семью, и они уехали жить очень далеко, в общем-то в Сибирь, в очень далекую деревню, и оказалось, что они спокойно пережили войну, то есть они работали. И дети, и все, и в семье организовали образование, дети получили достойное образование, после войны они приехали сюда, в Москву, поступили в ведущие вузы. Это прекрасный формат семьи, то есть семья как основа, как формат развития интеллектологии клетки каждого человека. И вот я почему хочу подвести к этой ситуации очень важный, потому что сегодня мы видим с вами, что люди перестали благополучно жить, перестали решать проблему с помощью интеллекта, диалога, развития. То есть постоянно уже мир пришел к такому формату, почему у нас интеллектуальный клуб создан. Потому что наши ученые могут предложить инструменты решения многих проблем для всех. Для всех. То есть Россия и русские ученые наши, российские ученые, они могут предложить эти инструменты, потому что они пошли по развитию интеллектологии дальше гораздо, дальше, чем все ученые мира. И они сегодня могут дать те инструменты, благодаря изучению, исследованию, а что такое наука, вы правильно сказали, практика, критерий истины. То, чего другие могут себе позволить в мире. И, соответственно, сегодня, по сути дела, именно в России как государстве остались русские и Россия, которые могут предложить, благодаря историческому вековому опыту, благодаря людям, которые интеллектуалы остались в России, а это очень дорогой продукт. Борис Борисович, вы очень дорогой продукт для России. Вас нужно охранять, беречь таких мужчин, как вы. И вот такие люди могут изменить ситуацию полностью в мире. И вот страшно сказать, я, как говорят все, многие сейчас поднимают тему неонацизма, неонацизм, то есть когда люди работающие, двигающиеся, изучают самого человека и дают принципы человеку на развитие, интеллектология, это очень серьезно. То есть когда раскрываются возможности человека, чтобы все понимали, то есть человек был с камнем и лопатой и так далее, а сейчас раскрываются возможности человека, который когда-то он не умел. То есть развивается то, что не развивалось, дальше сильнее и мощнее. Это интеллектология, это, вот вы сказали, нервы физические, психологические, психиатрические и так далее. Вот эти нюансы, это мощно. И что касается нюансов как раз людей, которые отстают от этого формата, которые думают, раз таблетку выпил, похудел, вот как в фитнесе. А на самом деле, если ты работаешь над собой, управляешь собой, то у тебя получится, зная природное. То есть чтобы люди просто понимали, насколько мир сейчас поделился. Люди, которые толкают интеллектологию и хотят быть выше и развиваться, и люди, которые сейчас опускаются в пласт паразитизма. И сегодня в мире это видно страшно мощно. Это видно не в России, не во Франции, это видно просто в категории всего мира. Я правильно, вот чтобы сидящие понимали? Почти, почти. Поправьте меня. Я кое в чём поправлю. Я не очень дорогой продукт. Я не исторический продукт. Это чтобы вырастить. Такие люди появлялись, это нужно несколько веков иметь очень сильный. Моя задача вообще сейчас зародить вот это направление и дать ему импульс, и остановить возможную, вероятную деградацию в обществе. Остановить, потому что если мы будем понимать, как оно развивается по вектору, и по этому вектору мы будем развивать, ну, по крайней мере, наше русскоязычное население, что вполне вероятно, скорее всего. Хотя сейчас вот этим знанием очень заинтересовались китайцы. И сейчас, если бы не коронавирус, я бы уже там был и рассказывал, вот эти лекции не здесь рассказывал, а там бы рассказывал. Но, да, во всяком случае, наша задача в том, чтобы вот это всё запустить. На самом деле, когда говорят о бессмертии, ну, это, я бы сказал, великое несчастье на самом деле. Когда люди вовремя не умирают, то они становятся тормозом. Их начинают содержать, и с ними справа, слева начинают тут вот, как сказать, их приспосабливать. Оберегать. Это целая огромная инфраструктура, очень дорогая. А насколько она ценная? Да, ценность там маленькая, тем более, что, как Менделеев, я его люблю вспоминать, он в 27 лет сказал, чтобы все профессора в 60 лет после 60 умирали. Это по Менделею у нас с вами уже не должно быть. Но потом, когда ему 60 стало, он уже пересмотрел свои взгляды. Он понял, что не все профессора одинаковые, хотя действительно многие становятся тормозом, не дают развиваться науке, именно они тормозят науку, не дают ей развиваться. Но это происходит и сегодня. Так что наша задача сейчас запустить, хотя бы вкратце вот это все изложить. Вот здесь я на этом слайде показываю вам 7 законов. Конечно, если по каждому закону сейчас подробно начать рассказывать вам, то, ну, я не знаю, мы с вами к полуночи не закончим. Поэтому коротко просто называю, это закон всеобщей самоорганизации, потому что человеческое общество и вообще природа самоорганизована, она всюду, и неживая природа самоорганизована, биологическая, а человеческая тем более. Но если неживая, она за счет каких-то огромных, мощных энергетических процессов и центров саморазвивается, биологическая приспосабливается, адаптируется за счет генетики и за счет умирания и рождения новых организмов, потому что именно рождение и умирание организмов ускоряет адаптацию. Именно поэтому вирусы самые адаптируемые существа, самые адаптируемые существа, они, вот сейчас выясняется, что они даже при нулевой температуре, при минус 273 градуса и в абсолютном вакууме, они, оказывается, выживают, эти вирусы. Ну, поэтому надо понимать, что все-таки вот этот процесс адаптации, а у человека это даже не столько за счет генетики, я бы сказал, в меньшей степени за счет генетики, в основном за счет знания идет адаптация. И вот этого понимания, что знание – это самое мощное средство адаптации человека к среде, вот этого определения не существует ни в одном, ни в учебнике, нигде, ни в одной монографии, ни российской, ни зарубежной. Вот, закон развития субъектов. Ну, вот субъекты интеллектуальной природы при благоприятных условиях развиваются в рамках своих иерархических форм, начиная от личности, семьи, предприятий, кончая там отраслью, регионам, государствам и все человечество. Это все в целом происходит развитие, потому что знание накапливается, знание систематизируется. Закон конкуренции, он был, есть и будет. Закон конкуренции – это борьба, вечная борьба за источники благ. Кто-то этими источниками благ считает природные ресурсы, кто-то деньги, а кто-то из знания. И это разные категории граждан. Ученые в основном ищут блага в знаниях, олигархи в деньгах. Ну, население, в общем-то, в природных естественных благах. Теперь закон интеллектуального воспроизводства. Знания, отношения и вещи извлекаются из природы, из образованного сознания. Значит, есть два процесса познания, по сути дела. Это мы называем распредмечивание и опредмечивание. Распредмечивание – это когда мы смотрим на какие-то объекты природы или окружающего мира, видим, как они устроены и чем они для нас проблематичны. И вот эта проблематичность нами распредмечивается. То есть мы из предметов и их соотношения и их состояния видим для себя какие-то, создаём для себя какие-то идеи, выводы, принимаем. По сути дела, вот это распредмечивание, вот этому распредмечиванию учил Ломоносов в своей риторике. У него было 16 идей. Он как раз объяснял, как с помощью 16 базовых идей распредмечивать мир, причём ёмко, компактно, и в нескольких словах объяснять, потрясающе совершенно делать выводы и описывать обстановку и красиво, и обстоятельно, и очень точно. И вот как раз за счёт, я считаю, что вот за счёт этой риторики, которую он тогда создал в 1747 году, он её опубликовал, потом ещё второй раз, и потом во всех школах и лицеях изучали эту риторику, вот он, по сути, и запустил плеяду гениев. Он сформировал вот эту структуру сознания, структуру понимания, способность распредмечивать вот эти сложнейшие ситуации в красивом, сочном, таком компактном выражении в русском языке. А что такое предмечивание? А предмечивание – это то, чем занимаются изобретатели. Они смотрят на что-то, видят какую-то проблему, им надо придумать какое-то техническое решение, создать какое-то изобретение, они его опредмечивают, они придумывают какое-то устройство, которое решает какую-то проблему. То есть они свои мысли превращают в предмет, в конце концов, это предмечивание. И таким образом у ученого распредмечивание – это один процесс. Из огромного массива информации создать, понять какие-то сложные системные вещи и понять самую суть, выразить очень компактно, системно, красиво, обстоятельно, так, чтобы это знание не менялось никогда во времени. Но это попытки, конечно. Все равно знание каким-то образом устаревает со временем, но, тем не менее, каждый автор пытается создать такое знание вечное. А у изобретателя обратное, он пользуется тем, что он видит какие-то проблемы, он создает какие-то предметы для того, чтобы эти проблемы в частности решить. Это два обратных процесса. Поэтому вот этот закон интеллектуального воспроизводства, он был, есть и будет. Он существовал, да, стоит сказать, не только существовал, он существует и у определенных животных высокоразвитых. Они понимают, как надо спрятаться, допустим, от человека или от своих врагов в каком-то ареале, где они живут. И в то же время они знают, как что-то сделать. Иногда те же самые обезьяны или кто-то, или птицы с высоких склонов бросают какие-то камни. Ну, казалось бы, какое отношение имеет, как сказать, обезьяна или там вот такое существо к интеллекту. А в элементарном виде, да, у них есть тоже вот этот интеллект, который позволяет понимать проблемы и для своей безопасности сохранять себя. Вот, поэтому закон интеллектуального воспроизводства, он есть, законы иерархии научного знания. Пожалуйста, одну секундуку, закон интеллектуального производства, можно вопрос. То есть мы правильно понимаем, да, то есть опять женской логики, потому что, то есть интеллектуальное воспроизводство, то есть, скажем так, семья социально имея знания, должна воспроизводить аналогичные интеллектуальные, скажем, кадры. И это естественным путем. Тогда это идет формат природный. Если искусственная семья, невозможно передать эти знания социальные, накопленные веками, значит, соответственно, будущего такого формата отсутствует. То есть не попадает вектор данных научных, скажем так, природных законов. У искусственной семьи совершенно другие задачи. Я просто хочу… Конечно, я просто хочу просто показать. И поэтому воспроизводить полноценное поколение, они не в состоянии у искусственных семей. Поэтому все должно происходить естественным путем. Вот. То есть я хочу подтвердить, что только законы природы позволяют человеку развиваться самому и, воспроизведя лучшее потомство, которое забирает социальные навыки семьи, если оно существует, и передача вот этих знаний позволяет человеку интеллектуально развиваться, и вырастают кадры более мощные, сильные. А вот эти знания, уже дальше вы будете рассказывать, я правильно понимаю, вот это для меня и есть вечность. То есть когда идет развитие, то есть люди, многие понимают, что вечность – это вот смена сердца, почек, я живу вечно и не умираю. А для определенной категории людей вечность – это когда ты производишь более сильную категорию интеллектуального ресурса, ты даешь ему задел больше, он приобретает социальный опыт, который имели мы, включая биологию и включая вот все эти механизмы, и таким образом идет развитие самого человека еще мощнее. То есть сравнить интеллектуальный уровень людей с камнями и сегодняшних ученых, которые работают в таком, разница колоссальная. Это вот такой вектор, правильно? Да. Следующий закон – это закон иерархии научных знаний. Он нами опубликован 10 лет назад в журнале «Инновации», в журнале «Интеллектуальная собственность» позже. И вот в этом журнале есть, и в этой книжке есть, значит, иерархия научных знаний совершенно четко выстраивается от неживой природы, это то есть знания неживой природы, закономерности неживой природы, это физика, химия, биология, астрономия, геология. И дальше живая природа, биология, и далее интеллектуальная природа. Эта иерархия существует, и она подтверждается, кстати сказать, в структуре университетов и западноевропейских, и американских. Там, где кафедры, которые занимаются фундаментальными исследованиями, они генерируют основные знания в виде закономерностей, которые передаются в кафедры технические, технические кафедры превращают эти закономерности в патенты и в технологии, а дальше социальные кафедры, эти новые технологии превращают в адаптируемые, такие удобные, комфортные организационные формы в системы человеческих отношений, такие гармоничные системы отношений. И здесь вот эта связь непрерывная в зарубежных университетах, она прослеживается, и те университеты, которые лучше всего это понимают и используют вот эту связь, они являются самыми продуктивными, самыми интересными и почётными, известными. И вот там наиболее разумные или там способные выпускники, они, конечно, осваивают всё мировое пространство и воспроизводят таких же учеников. Но это небольшая часть университетов это понимает, ректоры университетов, а основная масса сейчас уже потеряла это понятие, связь. И вот в Российской Федерации университеты выстраиваются, университеты от академии и институтов отличаются только уровнем зарплаты. В институтах самые низкие уровни зарплаты, в академиях чуть повыше, в университетах повыше. И таким образом, когда начинаешь спрашивать, чем отличается, уровнем зарплаты. А какова связь наук внутри университета, об этом никто даже не вспоминает. Дальше существует закон иерархии отношений. Иерархии отношений выстраиваются по компетенции, по уровню компетенции. Иначе в этом сообществе, в этом социуме, если там выстраиваются по-другому отношения, то они становятся проблематичными. И иногда этот социум деградирует, если, допустим, какие-то тейповые отношения. Дальше, вот закон... Словный или, скажем так, закон иерархии, он остался, его никто не убрал. И все страны мира, они четко, их элиты этот формат имеют. Его нет только в России, чтобы просто понимать. И поэтому сегодня очень сложно вести переговоры, и очень сложно общаться с нашим состоящим руководителем на равных, с теми, кто представляет другие страны. Потому что те, кто за рубежом, они понимают, что вот эта система, она в России утрачена с 1917 года. Ее необходимо спокойно, уравновешенно восстановить через мудрецов, которых нужно найти и представить в качестве представителей даже на таких уровнях. Но это уровень не олигархов, это уровень небогатых людей. Хотя, конечно, может человек быть и богатым человеком, и иметь вот этот интеллектуальный формат природоразвития. Это нужно просто понимать. Один в два в одном флаконе – это вообще шикарно, это колоссальная редкость. Я в России не встречала таких. Следующий закон, который я вам хочу представить, вот последний, седьмой, который здесь изображен, на самом деле их огромное количество, но вот который здесь отмечен, это закон институциализации знаний. Потому что все большие системы знаний, ориентированные на какие-то важные проблемные вопросы, они в конце концов институциализируются. Таким образом, в своё время, в 1967 году, была создана Всемирная организация интеллектуальной собственности на базе Стокгольмской конвенции. Дальше ВТО в 1995 году, Всемирная торговая организация. Известна также Всемирная организация труда, ВТО. Потом Организация, Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ. Есть такая организация. Есть организации, которые занимаются авиационными полётами безопасностью, потому что это колоссальная проблема для всего мира. И по морскому праву есть такие институциализированные органы и системы. Поэтому всё, в конце концов, всё важное, вот эти вот важные сегменты знаний, они в конце концов обязательно институциализируются. Что такое институциализация? Это превращение этих базовых знаний в конкретные стандарты. Это сжатие информации. Этих стандартов должно быть немного. Эти положения в стандартах должны быть компактные. Их должно быть немного. Ну, собственно, конституция примерно – это то же самое, такая же институциализация, которая должна содержать минимум информации и максимум доступного знания, понятного всему населению. Вот что такое конституция. Борис Борисович, транснациональные корпорации, которые были созданы в период, особенно развитие очень сильно, шло с 50-х годов, куда они впускают наших очень богатых людей, которые даже уезжают за рубеж, им не дают вступление и введение туда капиталов. То есть это запрет такой идёт, потому что их не считают интеллектуалами в большинстве своём. То есть они подтвердили статус интеллектуалов генетический, то есть природный. Можно считать, как Вы думаете, транснациональные корпорации как институты? Транснациональные корпорации – это, я, кстати сказать, до них дойду, в конце концов. Это произведение исключительно из интеллектуальной собственности, выращенной, можно сказать, из подвала, из какой-то лаборатории, из гаража до всемирного уровня, как это делали и Майкрософт, Майкрософт появилась, и Эппл, таким образом они возникли. Это произведение как раз исключительно на базе интеллектуальной собственности. Ну вот сам институт, вот здесь вкратце Вам показано, 1474 год – это первые патентные привилегии порта Венециана, Англия, 1628 год, положение о монополиях. Впервые в Англии тогда отказались, это первая страна в мире, где отказались от всех монополий, которые монарх предоставлял своим подданным. Обычно, можно сказать, своим фаворитам монархи дарили, всегда дарили большое количество монополий, не платить налоги за то, за и сё, за что-то ещё. И Англия была первым государством, которое отказалось от всех монополий, кроме монополий на изобретение, кроме патентных монополий. И после этого, вот 1790 год, первый государственный закон по патентам, изобретениям и авторскому праву, это было США, США, потом через год, через полгода Франция и 1812 год Россия. А дальше, когда с одними и теми же изобретениями или с ворованными изобретениями из одних стран предприниматели появлялись на международных выставках, начались конфликты на международном уровне. И послы, собираясь вместе на международных, создали такие международные конвенции, которые запрещали бы вот такое воровство этих изобретений из одних стран в другие. Переходы, перенесения этих изобретений до сих пор это не наказывалось, после этого стали наказывать за несанкционированное использование. Вот первая Парижская конвенция 1883 года по промышленной собственности. Что относится к промышленной собственности? Патенты на изобретение, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки. И сюда же в качестве недобросовестной конкуренции, в разделе недобросовестной конкуренции здесь отмечены ноу-хау. И вот это коммерческие секреты. Это все промышленная собственность. Это все, что касается науки и промышленности. Дальше возникла через три года Бернская конвенция по авторскому праву. К авторскому праву стали относить произведения науки, литературы, искусства. Но в основном литература искусства. Значит, появилось слово «копирайт», английское слово. Значит, нарушение прав возникало по копирайту тогда, когда накладывались одни тексты на другие. И полное совпадение этих текстов. Хочу сразу ваше обратить внимание, что если мы берем чужое произведение, переписываем другими словами эту же идею, эту же сцену, этот же сюжет, переписываем другими словами, это считается новым авторским произведением. Потому что, накладывая один текст на другой, там не наблюдается полное копирование. И поэтому тот же самый Шекспир, который заимствовал все сюжеты своих новелл во французских, то есть в итальянских новеллах эпохи Возрождения, он по-своему написал, по-своему персонажей назвал. Его не считают, как сказать, воришкой в этом плане, считают, да, компилятором не считают. Он считается гением, поскольку все это для своей нации произведение адаптировал, и, в общем-то, эти произведения, их сегодня никто не имеет права присваивать, потому что авторское право, авторство, авторство, оно не передаётся. Все сделки по передаче авторства кому-либо от одного автора к другому, все эти сделки считаются во всём мире ничтожными с 1886 года. Эти обе конвенции не изменились до сих пор. Это самое устойчивое законодательство. То есть мы говорим о том, что интеллектуалы попытались приостановить внедрение, скажем так, развития человечества до средств производства и так далее, паразитов. Это первая фиксация, когда вот начали воровать, уже интеллектуалку переделывать, 1883-1886. Началось наступление такой попытки, да? И вот оттуда уже, я правильно понимаю, чтобы показать людям, вот откуда начиналась эта ситуация? Вся мировая. Да, в 1967 году решили эти конвенции объединить, и появились ещё дополнительные конвенции, и Мадридское соглашение по товарным знакам, и ещё другие соглашения. И всё это вот обрастало, весь институт интеллектуальной собственности. Собственно, понятие само интеллектуальная собственность, это французское понятие, заимствованное из французской юриспруденции. Оно стало всеобщим, всемирным вот с 1967 года. Примерно через 3-4 года после 1967 года впервые появились в отдельных странах, прежде всего Западной Европы и США, появились нематериальные активы. До этого нематериальных активов вообще не существовало, ни в каких бухгалтериях, несмотря на то, что бухгалтерская теория, она развивается с 1560 года. И тем не менее нематериальные активы появились совсем недавно. После появления нематериальных активов появилось понятие инновации. До этого тоже этих понятий не было. Поэтому, когда сегодня инновации ставят впереди всего, а считают, что да, там интеллектуальная собственность роли не играет, то сильно заблуждаются, потому что именно интеллектуальная собственность породила инновации. И если там нет интеллектуальной собственности, то инноваций никаких быть не может в принципе. Вот этот, как сказать, параноидальный бред всякий, инновациями, которые называют иногда, они к инновациям не имеют никакого отношения. Хотя говорят, вот ребенок там творчески активный, ну и ребенок может любую ахинею написать, нарисовать и что-то сказать, сделать. Без базовых знаний, без системных знаний создать никакую инновацию, полноценную, тем более полезную для общества, в принципе невозможно. И вот именно Всемирная организация интеллектуальной собственности, которая, когда я читал этот доклад, было 184 государства, сейчас 190, вот и в 1995 году именно ВАИС породила ВТО, Всемирную торговую организацию, потому что там есть соглашение ТРИПС, это соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность. 1995 год. Поэтому нужно понимать эволюцию развития вот этого процесса и все вот эти инновационные отношения, они вытекают вот от 1474, сейчас стало известно, что даже в 1420 году сейчас обнаружен первый нормативный документ в Италии по интеллектуальной собственности. Ну вот, в 2012-м Россия вступила в ВТО. Париж, можно вопрос? Да. Как раз на вашу тему. Сейчас западная пресса, в частности, журнал «Таймс», значит, Грету Туборг назвал человеком годы. И, наверное, все в курсе, особенно те, кто связан с интеллектуальной собственностью, что Гретта старается получить сейчас авторские права, патент на собственное имя. Вот прошу вас прокомментировать, что это такое. Она считает, что это можно использовать в коммерческих интересах разными фирмами и предпринимателями. Вот как удастся Гретте защитить свое имя в качестве… Да. Ну, патенты выдаются исключительно технические решения, что Гретта Туборг может зафиксировать. Я, откровенно говоря, не знаю какие-то принципы экологической защиты, когда они все высказаны, все известны. Ну, вообще, на мой взгляд, сам феномен этой Гретты Туборг состоит в том, что Запад просто подошел к определенному тупику, начинается всеобщий кризис и требуется полное переформатирование. Вот мы, кстати, с вами говорили о законе ограничения, такого отсечения лишнего. Мы в заявке, да, отсечения лишнего, да. Вот этот закон отсечения лишнего, он работает, на самом деле, на него никто никогда не обращает внимания, но он работает постоянно. Значит, отсечением лишнего занимаются всегда элиты. Кого они убирают, отсекают? Они отсекают всех, кого считают лишними. Поэтому, когда наши руководители считают, что они, понравившись Соединенным Штатам и наладив с ними какие-то дружеские отношения, торговые и так далее, все равно они будут вторым сортом. Все равно будут вторым сортом. Там просто это обречение нашей нации, как сказать, это катастрофа для нашей нации. А именно это и происходит пока до сих пор, потому что самостоятельные экономики они не создают, хотя есть возможности. И самостоятельное плавание они не уходят. Вот поэтому здесь отсечение лишнего работает таким образом, что Соединенные Штаты, как выясняется, сейчас через прививочные вот эти акции, они, как сказать, тихо-тихо, плавно уничтожают африканский континент. И все слаборазвитые нации, которым якобы на безвозмездной основе помогают там со своими вакцинами, какими-то прививками, какими-то лекарствами и так далее. Вот это и есть отсечение лишнего, потому что совершенно четко им понятно, золотой миллиард они уже продекларировали и сказали, что золотой миллиард останется, остальные им не нужны. Это и происходит. И поэтому вот все, кто с ними не согласны, они объявляют врагами, там, и Северная Корея, и Китай, и Россия, и так далее. Вот эти нации, по их мнению, они вслух никогда не говорят, но должны куда-то исчезнуть. Вот это отсечение лишнего, это очень серьезный вопрос. Он происходит везде и всюду. Он происходит в коммерции, в экономике. Он происходит на каждом предприятии, когда сокращают ресурсы, людей и так далее. Это все отсечение лишнего. Он происходит даже в семьях, внутри семьи. Происходит, когда возникают какие-то проблемные ситуации в семье, и семья там распадается или появляются такие неблаговидные личности в этой семье. Но это всеобщий закон. Просто про него никто никогда не говорил, но на самом деле… Не бояться говорить. Не бояться, это еще не сформулировано. А что касается Грета Туберка, она просто, на мой взгляд, переформатирует, пытается переформатировать словами ребенка, глаголит истина. Ну, это все понятно. Пытается обмануть природу, Бога. Да, она не пытается, просто им это нужные акции. Кстати сказать, вот эти однополые браки – это тоже очень нужная акция. Вот кто-то думает, вот это глупость какая-то. Это не глупость, это тупое зарабатывание денег. Юристов много, зарабатывать не на чем, они хотят быть богатым. И юристы создают такие нормативные документы, проблемы для того, чтобы сталкивать общество внутри себя, создавать лишние конфликты. Тем более, среди богатых особенно, это важно создавать эти конфликты внутри богатых, потому что у них много денег, на них зарабатывать. Сейчас узкая специализация вводится тоже, не тоже вводится, она культивируется, узкая специализация для того, чтобы, опять-таки, люди не имели понятия, понимания своих проблем и понятия, где они живут и как они живут, и у них проблемы появлялись. И в результате они бы обращались к психологам, к юристам. То есть пласт людей, которые ничего не производят, а ведут услугу в формате времени. Я просто к примеру хочу сказать, мы вот обнаружили сейчас, простой товариществодиалог, что у нас уже город Нагинск. Вот реальный фактор, пожалуйста. Судья принимает одно решение в пользу ответчика, а другая судья принимает решение в пользу истца. И начинается бурная война с участием приставов, правоохранительных органов и так далее. Хотя яйца выделенного не стоит. То есть мы пишем в МОЗ «Облсуд», что, друзья, дайте квалификационную оценку действиям ваших судей, и представитель МОЗ «Облсуда» говорит, извините, мы их не можем дать характеристику, идти выше. То есть вот уже на уровне в России вот таком уже вот эта проблема опустилась. Я хочу еще добавить очень важный момент. Спасибо, вопрос великолепный. Это по поводу ювеналки. Все переживают. Ювеналка – это искусственный также инструмент, попытка найти бессмертие. То есть люди, которые сейчас находятся и пытаются искать бессмертие, они ищут бессмертие вообще не там, где они находятся. То есть в связи с тем, что закон отсечения очень жесткий, это природный закон. Они ищут сейчас инструменты объединения, скажем так, биологических разных видов, чтобы они продолжали жить. А природа их отсекает. Это жестко. То есть не люди, не люди. Природа отсекает. И поэтому о законе отсечения все боятся говорить, особенно элиты. И вот я хочу просто сказать, что меня тоже, прошу прощения, всегда возмущает, что у нас в Государственной Думе сидят женщины, которые решают судьбы материала, материнского капитала и так далее. Та же вот Пушкина, она недавно выступала, побои в семье и так далее. То есть женщины, не родив ни одного ребенка, то есть она решает судьбы тысячи женщин. И я хочу сказать, что раньше в России, до 17-го года, просто многие этого не знают, почему убрали сословие, женщина не имела права участвовать в семейном совете. Я с этим полностью согласна. Хотя я понимаю, что у меня сейчас там, может, меня будут кидать камни другие женщины. Женщина не имела права принимать решения в семейном совете, минимум, если не родила двух сыновей. То есть два сына позволяло ей право принимать решения, какую профессию выберет внук, брат, сват. Это решалось на семейном совете. Не было такого, что я хочу петь-плясать. Причем семья имела сословное удержание развития интеллектуалки через детей. А вот это и есть форматы развития, это и есть форматы как раз бессмертия, которые передаются через социальные знания семьи. И таким образом, именно вот о чем я и хотела сказать. Есть природные социальные, скажем так, группы. Это семья, это определенные сословия, это международные, международные группы, которые находятся на определенном интеллектуальном уровне. Вот они являются пластами развития интеллекта. А есть, которые сегодня создают и Сорос, финансируют как эту девочку. То есть что мы видим? Искусственные семьи, искусственное все. И в результате они не могут найти формат развития. Их природа начала отсекать. Отсекать не просто, а жестко отсекать. То есть они платят деньги, их пытаются лечить. Они могут понять, и природа не дает этот вектор. То есть они пошли против природы. Кто-то говорит против Бога, но против природы. Они вкладывают огромные деньги. И сейчас, конечно, вот эта система юристов, разные там системы социологов, они сейчас сделали очень много психологов и так далее. Это система обслуживания вот этих конфликтов. То есть это мертвая зона. Они ничего не производят. Они ничего не развивают. Они не в состоянии что-то освоить. То есть вот таким образом, пластом, вот это вот люди, которых сегодня уже отсекает природа физически, они находятся в таком состоянии, что ищут, как будем дальше развиваться и так далее. А представьте, их дети, близкие, женщины, их семьи, где по крови идет, не в состоянии произвести здорового ребенка, не в состоянии родить этого ребенка, не в состоянии развивать. Они не понимают, что природа, связь матери-ребенка, это не просто так. Поэтому, к сожалению, вот сегодня встал вопрос вот этого конфликта громадного. То есть идет конфликт громадный не только вот две судьи, а конфликт идет уже колоссальный в регионах, между племенами, между народами, между государствами, между транснациональными корпорациями. То есть конфликт мощнейший усиливается, он сейчас становится глобальным. То есть нельзя сказать, кто кого, да? Природа, но все прекрасно понимают. Можно, конечно, встать возле океана и ждать волну океанскую, сказать, я ее завалю, но океанская волна тебя смоет. Поэтому природа сейчас начала активно действовать. И естественно, человеческая жизнь – это 60, 70, 80, 100 лет. А природа – это века. Поэтому многие не понимают, как нужно пристроиться, чтобы океанская волна тебя не смыла. И люди, которые владеют в России определенным интеллектом, они понимают, что бессмертие – это не деньги, это не медики, это не смена сердца. Это совершенно другие вещи. Ну, может быть, я немножко утрирую, поэтому спасибо большое. Да, вернемся к интеллектуальной природе. Хочу показать вам статистику. Кстати, вот этой статистики, к сожалению, вот в этой книжке нет. Нет, где-то я немножко упустил, просто забыл. Хотя вот этот график является, по сути дела, ключевым, который показывает с 1883 года, с появления Парижской конвенции до 16-го года, вот обратите внимание, 130 лет. Посмотрите, как бурно, особенно в последнее время растет статистика патентования, статистика регистрации объектов интеллектуальной собственности. Причем это не просто статистика каких-то фантазий, а это статистика решений, которые коммерциализируются, которые используются в обществе, и которые преобразуют наш мир. В основном это, в первую очередь, конечно, это технические средства, потому что именно технические средства развивают отношения. А социальные вопросы, как говорят, гуманитарные, когда-то будет уклад гуманитарный, никакой гуманитарный уклад никогда не будет. Всегда впереди будет идти наука, которая развивает технику, а техника развивает все наши отношения, а все социальные знания будут искать адаптивные отношения по результатам реализованной техники. От технического прогресса деться никуда нельзя, потому что он был, есть и будет. Он необратим, по сути дела. И вы вот здесь видите, что в лидеры вырывается Китай. Соединенные Штаты уже где-то сейчас по статистике отстают. Соединенные Штаты по качеству патентов пока не отстают. По количеству уже отстали существенно. Мы знаем, что количество переходит в качество, поэтому мы видим, что последние годы ведущие страны мира, наращивают свой технический прогресс. За счет этого у них такие показатели экономические, как ВВП, интенсивно растут. Приток капитала, приток благ. В Соединенных Штатах у них есть определенные монополии на воспроизводство денег, поэтому у них, конечно, пока преимуществ больше всех. А инструмент НАТО – это инструмент не войны, естественно, это инструмент физического запугивания для того, чтобы народы вели себя смирно и подобающим образом, исключительно для этого. Но все это работает на то, что благо перетекают из одних стран в другие. Вот здесь я вам показываю патентную активность по странам мира. Вы можете посмотреть здесь. Здесь очень, конечно, мелко. Но лидерами здесь на единицу населения являются Корея, Япония, США, Китай, Люксембург, Франция. Вот на седьмом месте здесь Россия. Значит, ну, конечно, здесь надо нам совершенно по-другому принимать решения, развивать нашу инновационную политику и отношения в экономике. Вот динамика регистрации объектов интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах с 2001 по 2015. Если в 2001 патентов было 200, то есть заявок здесь было 290 тысяч, то в 2015 в два раза больше – 529. Товарных знаков – 460 тысяч, а в 2015 – 932 тысячи. Ну, вот промышленных образцов. А что такое промышленный образец? Промышленный образец – это дизайн, промышленный дизайн. Это мебель, обувь, какие-то флаконы для духов и прочее. Это всё промышленный дизайн. Вы видите бурный рост везде. Вот здесь статистика Китая. Она более впечатляющая, чем в Соединенных Штатах. Тоже бурный рост. Очень активно растёт последние 15 лет. Вот в России. В России, к сожалению, ситуация более грустная, чем в ведущих странах. И сейчас Россия на порядок имеет худшую статистику, чем те же Китай и Соединённые Штаты. Вот коммерциализация патентов Российской Федерации. Это данные консалтинговые фирмы, агентства Ростбал. Они эту диаграмму выстроили. Мы просто позаимствовали. С 1992 начала нашей перестройки или переход на рыночные отношения. 2012 год. Видите, идёт падение. В 2002, 2003 и 2004 был максимум. В пятом чуть похуже, а дальше пошёл спад. Здесь экспорт стран БРИКС. Россия здесь обозначена красным цветом. Это в процентах от ВВП. Вы видите, что здесь Россия, конечно, к лидерам явно не относится. Если говорить про шанхайскую организацию, вот здесь вы видите на тот момент порядка 30 с лишним стран. Сегодня в шанхайской организации почти 50 стран. Она быстро нарастает. Почему? Потому что Китай является интеллектуальным лидером по статистике интеллектуальной собственности, которая в конце концов выливается в инновационную политику, в промышленную политику и в экономические показатели, рост экономических показателей. Вот здесь шанхайская организация сегодня наиболее быстро растущая организация и наиболее перспективная среди всех прочих. Вот этот слайд, он взят вообще-то из статьи В свое время и вот эти длинные волны определил Кондратьев, Николай Кондратьев. И вот эти вот волны, они, по сути дела, возникают от научных открытий или каких-то пионерных, суперважных изобретений, ну, например, открытие радио, телевидение. Не открытие, а это изобретение радио, телевидение, потому что там эффекты, конечно, тоже были определённо открыты, но в основном это изобретения, которые стали бурно развиваться. Вот, телевидение, авиастроение, атомная энергетика, потом авиационный транспорт, компьютерная техника, персональный компьютер, интернет, мультимедиа. Дальше мы видим, сейчас вот развиваются нанотехнологии. И всё это вот такими волнами развивается. Это вот как раз показывает, что интеллектуальная природа совершенно естественным путём, никем не управляема, специально. Она эволюционирует, развивается. Другой вопрос, вписываемся мы в эти процессы, не вписываемся. Это проблема, ну, в первую очередь, конечно, нашей элиты, а во вторую очередь это, конечно, проблема. Биотехнологии, они развиваются очень постепенно, очень ровно, достаточно мягко. Вот там вектор был такой очень хороший, биотехнология, то есть не рывками. Вот, мне кажется, это одно единственное направление, биотехнологии, которые развиваются постепенно. И, конечно, не с 80-го года, я думаю, наиболее активные начали развиваться в 39-е, 40-е годы. Но мне так кажется, я могу так ошибаться, скажем так. Ну, это не столь важно, да, по годам. Во всяком случае, на наш взгляд, сегодня большую проблему представляет сама экономическая теория, на наш взгляд. На эту проблему вообще, ну, не знаю, кто-то обращает внимание, кто-то не обращает. Большинство наших экономистов, они просто тупо обезьяничают. Из тех учебников американских берут всё, что там пишутся и пытаются здесь представить на русском языке и якобы развивать, ссылаясь на своих лидеров, руководителей экономики. В действительности она вся дефективная. Почему? Потому что современная экономика, она сейчас построена на том, что деньги воспроизводят деньги. Каким образом? Через коммерческие банки. Банки, по крайней мере, российские. На чём они живут? Они живут на том, чтобы вкладывать в какие-то инновации, ничего подобного. Им инновации сто лет не нужны. Они живут на процентах. Продажи денежной массы. Да, продажи денежной массы. Они берут на Западе дешёвые кредиты, перепродают их в России, на этой марже они живут. Вот их функция. И до сих пор наши деятели, и западноевропейские, и американские, осуждают Китай. Почему Китай? Потому что там государственный банк. И этот государственный банк даёт кредиты под 2-3%, и этот банк поднял всю экономику Китая. Сейчас, конечно, уже возникают такие разговоры, чтобы у нас тоже вернулись к этому государственному банку, потому что коммерческие банки, кроме ущерба, пока они ничего не несут нам. Но мы поняли одну вещь, что, во-первых, деньги – это не самостоятельное средство развития человечества, а это средство продвижения идей. Это средство продвижения знаний. И когда мы видим, что деньги вторичные, а знания идеи первичные, то тогда всё логично выстраивается. И в связи с этим мы выстроили совершенно новую теорию, которая вот здесь очень коротко на трёх страницах отображена в этой книжке. Но мы её начали от человека. Сейчас в экономической теории известна микроэкономика, макроэкономика. Ну, мы пять уровней выстроили. Нано – это уровень человека, личности, интеллектуала, который может за счёт своего интеллекта создать какие-то свои идеи, начать их коммерциализировать. По сути, Стив Джобс так и сделал. И Билл Гейтс тоже примерно так и сделали. Они когда-то как студенты зародили свои идеи, из гаража поднялись дальше. Но им помогали, конечно, там активно и руководители предприятий, и инфраструктура их американская, которая очень благоприятно относится и создаёт условия для развития. По нашему мнению, их пять уровней. Нано, микро – это предприятие, мезо – это отрасль или регион, макро – это государство, а мега – это международная экономика. И вот на мировом уровне, на уровне мега уровня, именно на базе интеллектуальных достижений и интеллектуальных ресурсов происходит перераспределение по миру идей, товаров, денег и миграции силы, не то силы, мозгов, миграции мозгов. И эти мозги, и идеи, и товары, и деньги, они перетекают в страны с наиболее благоприятными экономическими и социальными условиями, в том числе и юридическими. Вот мы выстроили всю, как таблицу Менделеева, вот эту современную экономику. Она понятна, логична. Значит, здесь мы отразили те же самые институциональные формы, начиная с института частного права, международная организация труда, всемирная, это по хронологии, как это возникало по эволюции. Дальше всемирная организация интеллектуальной собственности, вот стандарты МСФО, МВФ и так далее. Вот вся экономика, она выстраивается, на наш взгляд, по вот этот горизонтальный, это инновационный интеллектуальный ресурс, вот объекта авторского права, научного открытия, патента, ноу-хау, товарные знаки, и дальше идёт инновации, промышленная продукция и потребители. А по иерархии мы уже с вами назвали нано, микро, мезо, макро и мега, и это уровни. Это всё интеллектуальные ресурсы. И дальше эти интеллектуальные ресурсы совершенно чётко сегодня контролируются стандартами, международными стандартами. Это Всемирная организация интеллектуальной собственности, Всемирная торговая организация, Всемирная организация труда, здравоохранения и так далее. Новой здесь является наноэкономика, которая в экономической теории вообще не прописана. Вот мы её представляем как трёхуровневую такую конструкцию. Внизу это экономика знаний и способностей, полезных для общества. Это экономика новых знаний. Вторая – это экономика отношений в сфере интеллектуальной собственности, прав на результаты интеллектуальной деятельности. Это новые отношения. Экономика новых продуктов и технологий и их производства, новые товары и технологии. Это всё нанотехнологии. Везде всё начинается с знания, с идей, с компетенции, с ценных идей. Если посмотреть, как развивается в мире весь бизнес современный, то вот эта диаграмма. Эта диаграмма была в диссертации моей дочери. Значит, это начинается всё от высококомпетентного лица, который находит интересную идею. Дальше выполняются научно-исследовательские разработки, которые превращаются в инновацию. Что такое инновация? Инновация – это новый продукт, новые изделия. И, в конце концов, новая технология, которая даёт какие-то преимущества по сравнению с предыдущим уровнем техники. Дальше это осваивается в малом предприятии. Дальше – среднее предприятие. За счёт чего малое переходит в среднее и в крупное предприятие? Исключительно, исключительно за счёт интеллектуальной собственности, исключительно за счёт новых идей. Когда появляются новые идеи, то появляется конкурентное преимущество, появляются дополнительные доходы, дополнительные прибыли, и за счёт этого развивается бизнес. И в конце концов он превращается в транснациональные корпорации. Что такое транснациональные корпорации? Так, сейчас я посмотрю просто… Нет, есть у меня такая схема показать транснациональные корпорации как снежинка, что в центре вот эта материнская компания, и она размножает свои дочерние предприятия по всему миру и захватывает весь мир. И вот хочу ещё раз напомнить, я уже об этом неоднократно говорил, что Обама продвигал два соглашения для Запада и для Востока, соглашения, которые с помощью или силами Америки, усилиями Америки, которые хочет возглавить весь мир, будут регулировать все отношения в мире. Каким образом? Вот в этих соглашениях предусматривалось, что в ближайшие 10 лет вся власть в мире перейдёт транснациональным корпорациям, которые будут распоряжаться всеми ресурсами. А национальные правительства, ну, номинально они будут существовать, но они никакими ресурсами распоряжаться не будут, да. По крайней мере, транснациональные корпорации будут распоряжаться самыми богатыми ресурсами. Вот всеми, можно сказать, отходами, всеми вот этими проблемами, в том числе экологическими, будут заниматься национальные правительства. Это на них всё сбросить. Доходную часть вытащить на транснациональную корпорацию, а расходную часть и все убыточные вещи на правительство национальное. Если бы не победил Трамп, то это бы уже сейчас начало происходить. Это бы все наблюдали сейчас воочию. Но я думаю, что если Трампа поменяют, то вот эта перспектива в ближайшие 10 лет, она совершенно очевидна и понятна. Ничего тут такого нет. Вот мы, вот эту вот модель национальной инновационной системы… Друзья, вот хотела бы ответить небольшой момент, очень важный, чтобы многие понимали, потому что мы же занимаемся всё-таки это научные вещи, серьёзные, которые пробираны на практике. Хотела бы сказать, что вот у меня компания была, фрау класс, кто помнит, когда ты предлагала немцам компании БСА, давайте в Россию, давайте развивать, давайте выстраивать транснациональную корпорацию на услугах фитнеса, женщины и дети. Это будущее, здоровые женщины, здоровые дети, развитие интеллектуального ресурса. И они тогда долго не могли мне объяснить, что и как, они говорят, мы думаем. Но я прошла этапы развития своей компании, начиная от интеллекта, мои идеи. 33 года я получила тогда медаль. И закончила я на этапе вот как раз-таки уже франшизы. То есть я сделала франшизу. Дальше я не смогла пойти. Почему? Потому что государство тогда вложило уже колоссальные капиталы в развитие фитнеса, спорта в России. Это вот как раз период был после 2000-х годов. И 2003-2007 год. Я уже закрывала свои фитнес-студии, потому что это было нерентабельно как предприниматель. И государство здорово вот этот вот формат подхватило и потащило как государственный проект. И вот обращаю ваше внимание очень важный момент. Понятно, что уже мир не будет однополярным. Национальные элиты, они отстаивают свои интересы. Потому что они понимают, что если на них сбросят экологию, они будут потом тоже уничтожены. Их сталкивают со своими народами. То есть национальные элиты. Обращаю внимание, один момент очень вверху, левый столбец. Системность, охранноспособность шикарный. Посмотрите, шикарный. Обращаю ваше внимание. Перераспределение всех благ. Мягкая сила. Это самый мощный ресурс. То есть революции разрушить, разбить, разгромить и так далее. А вот здания стоят, все стоит. Через мягкую силу провести перетрансформирование всех благ это очень дорогого стоит. Вот это и есть интеллект через народосбережение. Понимание. То есть и сейчас вот идет вот в этом формате борьба. Поэтому война разведок не останавливается, скажем, ни на одну секунду. Везде. А политики-то понимают? Я боюсь, что политики в России это не те политики, которые в Европе. У нас немножко политика, это другое. Смысл несет. Об этих вещах мы политикам говорили неоднократно. Они не хотят видеть, они не хотят слышать. Они заняты своими проблемами. И вот это реальное переформатирование мира и то, что Соединенные Штаты пытаются за собой сохранить господство на века, ну вот оно происходит по этой схеме. И они этого делают очень системно, последовательно, через нормативные документы, через международные какие-то конвенции, договора. И это происходит, и никто это не замечает. Считают, что вроде бы все логично, на благо там всех стран. На самом деле выгодополучателем здесь является только одна страна. И политики. Вот есть политики, которые имеют национальные интересы, то есть это как люди наняты, то в России политики, мне кажется, вот немножко неправильно. То есть это люди, у которых высокие короны, которым дали чуть больше денег, чем всем остальным, и они вообще безответственны в принятии своих решений. То есть не сняли ответственность за принятие решений в отношении своего собственного народа. Поэтому они не чувствуют, что сегодня народ России держит планку безопасности, и если народа не будет, народозабережения, их-то уж точно не будет, буквально на второй день. Они этого не понимают. То есть у них вот замылены глаза, можно сказать так. И вот они так убеждены, что они очень нужны, не имея интеллектуального ресурса. То есть их также вот закон от сечения, они не понимают, что такое закон от сечения. Я бы сказала, не умные люди. Прошу прощения. Вот здесь в компактном виде изображена вся, можно сказать, национальная инновационная система. Причем вот этот средний блок мы прорисовали, опубликовали в 2006 году. в 2006-м, как этюды национальной экономики, по-моему, государственной экономики, инновационной экономики. Так вот, когда в 2011 году я приехал в Соединенные Штаты, и нам показали модель национальной инновационной системы, я был поражен, что она абсолютно повторяет вот эту модель. Разница между моей и той моделью состоит только в следующем. Здесь прописаны функции, а там они описали государство, то есть государственные органы и организации конкретные, которые этим занимаются. А под сущностью вот этих организаций, которые этим занимаются, функции вот все те же самые. И когда я приехал в 2011 году после программы САБИТ и изучения коммерциализации отношений в Соединенных Штатах, и нарисовал вот эту модель, опубликовал, принёс в Министерство науки образования, показал, говорю, давайте выстраивать. Потому что вот эта модель, по сути дела, это и американская модель, но она у нас более предпочтительна, потому что в Америке нет Академии наук, как государственной структуры, Академия наук – это источник новых открытий, которые необходимо сразу превращать в изобретение, изобретение в технологии, технологии, соответственно, это всё инновации. И далее всё это вот идёт по этому алгоритму, который легко контролируется, прозрачен, понятен, нормативно легко описать, все огрехи очень легко обнаружить, где кто не работает и кто как работает, всё будет понятно. Но мне сказали, мы американскую модель повторять не будем. Я говорю, если вы захотите повторить американскую модель, у вас ничего не получится. Ну, тем не менее, вот эта модель, я уверен, что через 10, через 20, через 50 лет они к этому придут. Они к этому придут. Вот это понятный, абсолютно алгоритм построения национальной, всей национальной системы на одном листе. Почему не воспользуются? Не хотят, не видят. Потому что, скорее всего, потому что он обязывает строго выполнять свои какие-то конкретные функциональные положения и требования. И каждый участник вот этой модели становится обозримым, понятным, его квалификация видна, и он подконтролен. И поэтому это не надо. Вот я просто хочу сказать, вы многие присутствующие в изоле, кто нас смотрит, вы знаете, что в России очень многие люди имеют корпорации и так далее, но они не проходят нигде в документах. То есть они ставят топ-менеджеров, люди расписывают и так далее, то есть закрывая свою компетенцию. Конечно, это имеет место быть, но вообще, когда мы говорим о прозрачности и компетенциях, то если человек понимает, о чем он говорит, он не боится участвовать и выявляться как таковой. То есть что я имею в виду? Если человек говорит, я играю на рояле, он садится, играет, для него гамма – это ничто. У нас сегодня в России и вообще в некоторых таких, скажем так, система сложилась такой формат, когда люди не видны, они принимают решения, стоят топ-менеджеры, и эти решения некомпетентные, то есть снимает соответственность. Вот что мы сегодня имеем, не выполняя вот этот инструмент, который Борис Борисович показал всем и сказал, что мы придем к этому, но вопрос, какими усилиями и какими результатами, и дойдут ли все до этого, потому что элита тоже, как вы понимаете, бессмертность ищет, но не там, где она есть. Причем эту модель мы опубликовали раз в 10 в разных журналах. Ее знают, по сути дела, все, кто хотел увидеть ее, увидели ее. Компетентность национальной элиты. Смысл компетентности? То есть кто хотел, тот увидел. Они с этим работают. Вы знаете инфографики, а вы собственную инфографику предлагаете, понимаете? Я это предлагаю. Так как я представитель кафедры прикладной математики и программирования, и элементы инфографики у нас с первого до последнего курса и в аспирантуру тоже самое, и в диссертациях я их вижу. Это IDF0, да, это американские стандарты, уже там десятилетия служат, но именно они, они являются языком отражения глубочайших мыслей. Вот эта модель к Америке не имеет никакого отношения, потому что я на своем русском языке это делал. Когда американцы увидели вот эту модель опубликованную, и когда я знакомил с американским опытом, и я опубликовал, что Соединенные Штаты работают вот примерно по этой модели, ко мне из посольства Соединенных Штатов приезжали три раза и спрашивали, не надоело ли мне жить в России. Да, меня приглашали туда. Я сказал, что мне не надоело. Вот, ну на этом все закончилось. Просто я еще могу сказать, такие споры среди ученых будут всегда. Просто, знаете, как вот умные страны и умные элиты, они всегда аккумулируют и берут максимально лучшее и понятное. Как вот педагоги, мы учим как вот уши, глаза детям, да, объяснить. Если человек не имеет, не знает, что такое методика преподавания предмета, он никогда не донесет до студентов информацию. Есть прекрасные ученые, великолепные академики, но когда начинают учить лекции, студенты ничего не понимают. То есть человек не может сам передать информацию. И вот это правило передачи информации, обучение, это тоже талант, это непросто. Поэтому вот американцы, они собирают лучшее и стараются вот это давать. Сейчас я вас хочу ознакомить с восьмью мегатрендами, которые провозгласил Ху Цзин Тау в 2007 году. И Ху Цзин Тау, и Си Цзин Пин это по базовому образованию инженеры. У них системное мышление, системный подход. Они понимают, как развивается промышленность, как развивается инновация, как развивается экономика. Они вот это очень хорошо понимают. И вот эти мегатренды, это совершенствовать образование, развивать инновации, наращивать финансирование, развивать систему отношений, внедрять рыночно-ориентированную систему технологических инноваций, воспроизводить ученых, создавать им условия, воспроизводить отрасли, создавать новые, совершенствовать высокотехнологичные отрасли, планировать территории, осуществлять единое планирование развития города-села, продвигать строительство новой социалистической деревни, гармонизировать промзоны, расширять зоны промышленной модернизации и стремиться к гармоничному развитию всех регионов. Вот 8 мегатрендов, которые официально известны, вот они, по сути дела, так и этим путем идут. А вот примерно с 70-го года до 50-го у них выстроен последовательный рост экономики, начиная, вот видите, 70-й год – это нищета, дешевая рабочая сила, гарантии выживания там, по сути дела, были ничтожными. В 80-м началось развитие частного предпринимательства, в 90-м массовое воспроизводство ширпотреба, в 2000-м развитие пищевой легкой промышленности, в 2010-м развитие тяжелой промышленности, в 2020-м развитие высоких технологий, наукоемких технологий. В 2030-й – перестройка науки образования, в котором я уже принимаю участие, вот эта книга уже принимает участие, потому что они ее сейчас переводят, и уже в конце этого месяца, вернее, в конце февраля месяца, они ее уже начинают распространять по профессуре Пекина и Шанхая, 10 тысяч экземпляров. Дальше, если они принимают, я туда должен ехать с презентацией вот этой книги, дальше они, если это все принимается, обсуждается, воспроизводят эту книгу уже в ста тысячным тиражом, и, соответственно, распространяют по всем университетам, 400 городов Китая. А дальше порядка, как они планируют, вот мне, по крайней мере, этот мой компаньон китайский сказал, что дальше возможен вариант, что это будет где-то полтора-два миллиона. Этот тираж почти как обязательная книга. Но я хочу сказать, что, скорее всего, они этого делать не будут. Почему? Потому что вот вслед за этой книгой у нас пойдут еще, это же первый том, пойдет второй том, третий том, четвертый, пятый, как я там называл. Вот поэтому они, скорее всего, остановятся на ста тысячах и дальше будут ждать следующего тома, и следующий запуск пойдет вот таким образом. Так что у нас отношения будут складываться, наверное, долгосрочные. И, ну, вообще, если, конечно, не выходить на территорию Китая, то нашим деятелям, наверное, не будет понятно, а кто тут живет, зачем вообще эти книги. Только на примере Китая они поймут, что это надо. Поэтому я считаю, что этот пример в любом случае должен быть положительным. У нас, к сожалению, происходит так, сейчас не убирайте, не убирайте назад еще раз, что у нас всегда, понимаете, информация выходит из России вовне, там она обрабатывается, возвращается, и тогда они, ой, как это надо, а что ж мы пропустили, а что ж мы не видели, а потому что не понимают. Интеллектуальный уровень разный, они не понимают вот эту вот вещь, как говорится, бессмертность, откуда все это идет, и вот они не понимают вещи вот эти, и поэтому очень тяжело говорить с людьми, которые обладают низшим уровнем интеллекта. Я хочу коснуться вот момента очень важного, посмотрите, пожалуйста, 2020 год в таблице. развитие высоких технологий, развитие высоких технологий. Ну у них реально... Противоречия, которые идут, вот Сорос, он финансирует сейчас борьбу против за экологию, за мир, за вот это все. Высокие высокие технологии даже в промышленном секторе. Если люди ориентируются не на высокий уровень прибыли, капитализм, да, вот оголдевшие, то используются технологии, которые позволяют производить совершенно новые вещи без вреда для здоровья, без вреда для человека, без вреда для окружающей среды, это управление территориями. Если национальные элиты понимают это, то они этим занимаются. Поэтому вот это противоречие Сороса, он с одной стороны, там, давайте я вот, мы за экологию и так далее, а с другой стороны, вот это борьба, как возглавить и безглавить, это развитие, скажем так, откладывание финансов в будущее пушечное мясо, для того, чтобы как раз-таки столкнуть противоречия вот внизу национальных элит и народа этих элит. То есть, естественно, это снижение и уровня людей, и мощнейший конфликт. И мне кажется иногда, что он сам сумасшедший и не понимает, к чему ведет мир. Он не понимает, что этим процессом управлять не сможет. Почему? Потому что они предполагают космические технологии, тактические действия. Но он не понимает, что это невозможно, управлять законами природы. То есть он хочет вместо Бога начать управлять законами, по которым развивается сам. Это ненормально просто, человек, мне кажется. Вот 2040 год – это превращение китайской нации в нацию интеллектуальной собственности. 2050 год – это абсолютное доминирование по валовому продукту. И надо сказать, это скорее всего уже будет относиться этот показатель ВВП не к Китаю, а ко всей шанхайской организации. Скорее всего так. Здесь вот я… Но это их мечты, да? Нет, это не хотелки. Нет, это не хотелки, а это реальный путь, по которому они идут. Вот если обратите внимание, 2020 год, они уже все это реализовали. Вот все, что было до 2020, они все сделали. Они все сделали. Они уже вошли в высокие технологии, и сейчас пытаются американцы перекрыть кислород им в айфонах и так далее. пытаются. Потому что по качеству они близки, пока еще отстают, конечно, от американских, но близки, а по цене они в два-три раза дешевле. Вот в чем дело. И дальше будет происходить еще хуже для американцев. Поэтому они заведомо начинают вот эти войны. И это войны и патентные, и это интеллектуальные войны на самом деле начинаются. Я хочу сказать, Борис Борисович, буквально секунду тоже. 2012 год, вы обратили внимание, он очень четко отражен в схеме изменения. Так вот, 2012 года в России, я могу сказать так, не сразу остановился, но начал просматриваться котов, когда за счет России, за счет интеллектуальных ресурсов выстрелился новый мировой порядок, по сути, однополярный. И вот 2012 года прекратилось все-таки воровство наших ученых, вывоз инноваций и патентов, и все это финансировалось за счет российского бюджета. То есть комитет по, скажем так, развитию, комитет по инновациям Российской Федерации, сейчас не помню формулировки, их было очень много. То есть выделялись огромные деньги, там 2-3 миллиарда и так далее, делались образцы промышленные. Все это вывозилось, в отчет писалось, что ничего не произошло, ничего не получилось. В 2012 года Россия начала тормозить каток уничтожения интеллектуальных, скажем так, как интеллектуалов России, как на уровне физических лиц. И вот началось торможение, Россия начала потихонечку вступать в систему вот этой игры, шахмат такой. 2012 год. Даже могу дать назвать и время. Кому будет интересно? Был у нас такой Птушенко, Анатолий Владимирович, гениальный человек, который, можно сказать, одним из первых в мире понял, что все право в мире, оно неправильно выстроено. Оно все начинается с вещественного права. Потом вот общественное право, а интеллектуальное где-то аппендиксом, там внизу, каким-то таким мелким образованием присовокуплено к общей структуре. Значит, он первый понял, что интеллектуальное право должно возглавлять все, потому что, ну как он говорит, голова у человека наверху, а ноги внизу. А почему в юридической форме ноги вверху, а голова в самом низу? Как это может быть? Вот он одним из первых, мы с ним встречались, много говорили, он доктор юридических наук, доктор экономических наук и кандидат технических наук. Системщик потрясающий. И вот он предложил вот такую модель, по которой я считаю, что именно по этой модели, близкой к этой, будет выстроена в будущем вся юридическая система, не только российская, вся мировая. Вот его мнение, что вот право должно выстроено быть по трем вот таким направлениям. Вещественное, общественное и интеллектуальное. А интеллектуальное, как вы видите, это и идеологическое, компьютерное, патентное и авторское. С чем тоже спорить почти невозможно. И вот общественное тоже. Можно назад еще раз? Обращаю внимание, гражданское общество, гражданское общество, к чему мы пытаемся идти, контроль. Обращаю внимание, великолепно, вот понятно для всех, общественное, конституционное, административное, уголовное, процессуальное. Это то, что позволяет как раз таки людям отстаивать свои права и интересы. И это здесь и заложена система благополучия, проживания и безопасности людей. Вот именно в этом, через людей, через низ на всю вот эту вот площадку. То, что сейчас люди лишены. Это модель будущего права юридического. Пока юристы не все это хорошо понимают, но придет время, поймут. Институт собственности, вот он выстраивает таким образом. Самый важный класс собственности это интеллектуальная собственность. Основной предмет интеллектуальной собственности, как он считает, идея. Ну, идея, она вот в его интерпретации выражена как вербальное, изобретательское, аудио, видео, техническое, программа ЭВМ и интегральные микросхемы. Борис Борисович, не переключайте. Хочу обратить Ваше внимание, интеллектуальная собственность и собственность наверху. То есть у нас люди понимают, что богатыми людьми могут быть только люди, имеющие дома, хоромы, деньги, офшоры и так далее. Человек, имеющий интеллектуальную собственность, сейчас уже оценивается. И вот наши ученые, мы вам уже показывали, 1 миллиард 700 миллионов, то есть интеллект человека. То есть человек может быть просто раздетым, а он лично, его интеллект, который у него есть, он стоит вот такие деньги. И сейчас футболисты, вы видите, продают, это самый низкий уровень стоимости физического состояния человека, это футболисты, на примере. А вот ученые стоят вот таких вот сумасшедших денег. Почему многих ученых передают по контрактам, допустим, даже ученые иногда не знают. То есть их отправляют по контракту куда-то работать, и на них зарабатывают сумасшедшие деньги, а человек получает там работу, зарплату, обеспечение семьи и так далее. Вот чтобы вы просто были в курсе этого. То есть на его жизни это не отражается, люди этого не знают. Но сейчас информация вышла, и почему наш клуб интеллектуальный был создан в России, чтобы показать, что в России есть умнейшие, талантлившие люди, которые могут решить проблемы всего мира и для всех народов. И таких групп, и таких ученых в других странах просто нет. В России это осталось в силу того, что это люди альтруисты, они никогда не ориентировались на машины, квартиры, офшоры и так далее. То есть и с 83-го года, и с 1883-го года начались противоречия между, как вы понимаете, людьми, которые были альтруисты общественные, я бы сказала так, наверное, и те, которые эгоистичны, я вот так разделила на две части, которые начали отнимать патенты, воровать, чем было вызвано авторское право интеллектуальной защиты. Вот в 1883-й год вот эта ситуация набирала обороты. Сегодня мы видим этот конфликт глобальный. Ну вот здесь представлена модель, базовая модель интеллектологии, основные измерения. Это, с одной стороны, по горизонтали проблемы и решения, с другой стороны, это естественные, искусственные решения, и, в-третьих, это экзо-внешние и эндо-внутренние ресурсы интеллектуальные. Дальше, вот модель классификации системных способностей знаний отношений, это вот субъективность, масштабность и функциональность. они тоже хорошо измеряются, и поэтому здесь проблемы измерения не будет. Что касается вектор развития цивилизации, вот он идет примерно по этой схеме. Значит, интеллектуальная природа, она идет через идеологизацию, институциализацию знаний, системную экономику, обязательно, и распруденцию, обязательно, через это к высокому качеству жизни. Если говорить, что это сегодня родилось, ничего подобного. Это все идет от Пифагора, Сократа, Платона, Марселлио Фичино, который перевел Платона на все западноевропейские языки и начался бум Платона как раз в 1450 году. Фичино вместе с Медичи был инвестором, Фичино возродил Академию Платона, которую физически уничтожили в 529 году. И вот благодаря этому человеку, Фичино, дальше появились Декарт, Джон Лок, который был самым успешным философом всех времен народов, потому что он был признан на самом высоком правительственном уровне, с одной стороны, и с другой стороны, Джон Лок создал, ну, пожалуй, среди вот всей этой плеяды, такую, как таблицу Менделеева, создал систему идей. Вот. Она известна, опубликована, абсолютно гениальный человек, про него мало что знаем, но вот дальше был через 50 лет Юм. В Германии были Лейбниц, Кант, Гегель, во Франции Кандильяк и Детросси, который родил понятие идеологии. Маркс Энгельс идеологию приспособили, слово идеологию приспособили идеологию эксплуатируемых и эксплуататоров, то есть они политизировали вот это слово, и Гайдар и вся прочая плеяда, они начали кричать, что идеологией быть не может, идеология это глупости, и у нас вот эти глупости записаны в Конституции, что идеология недопустима, вот последствия вот этих глупостей, а идеология это наука, которая существует сама по себе, она никакого отношения к политике не имеет, но Маркс, Энгельс ему писал в свое время, в переписке у них между Марксом и Энгельсом был такой диалог, Энгельс ему говорил, мы очень плохо знаем философию наших соседей во Франции и в Англии, надо более внимательно относиться к этой философии, но Маркс вот поверхностно так вот воспринял слово идеология, чисто его политизировал и по сути дела угробил это понятие, хотя оно, я говорю, это понятие относится к фундаментальной науке, а не к политике. И вот принципы развития интеллектуальной природы, это вкратце, если это системность и достоверность знаний, значит, выборность высокоиерархичных лидеров, это обязательно, значит, социальная, материальная, финансовая, информационная защищенность всех представителей интеллектуальной природы, справедливость распределения всех важнейших ресурсов, системность эффективного воздействия, взаимодействия всех системообразующих субъектов интеллектуальной природы на благо общего развития, свобода самообразования, творчества и перемещения в интеллектуальном физическом пространстве, и седьмое, это социальная ответственность за результаты интеллектуальной деятельности, и если не будет этой ответственности, ничего не состоится. Не переключайтесь. Обращаю ваше внимание, то есть вот эти моменты, принципы развития интеллектуальной природы, то есть они взаимопрактически отражают, по сути дела, принципы немножко, я не буду касаться там ни убей, ни укради, вот этого, да, коснемся системности и достоверности, то, чего сегодня люди просят, достоверная информация, системная работа, то, чего не хватает в нашем обществе, выборность, мы говорили открытости публичности и компетентности, и высоко иерархичные системы образующих лидеров, это не финансовая составляющая лидеров, это как раз таки уровень их интеллектуального развития, который дается не в момент, когда их оценивают, а это складывается еще из прошлого. Это способность разрешать реальные проблемы, способность. И это передается по наследству. Но не деньги, да? Да, это не деньги, это нужно не только по наследству, но в большинстве случаев такие люди рождаются накопительным генетическим периодом. Почему? Потому что яблони от яблони недалеко падают. И если были какие-то вещи, которые... Почему сейчас очень многие женщины можно сдать анализы и узнать, какой у тебя будет ребенок больной или нет. Многие отказываются, хотя эти анализы бесплатно, потому что боятся, что увидят какой-то генетический анализ, и она идет рождать ребенка, а потом себя решать эти проблемы, хотя можно было предотвратить. То есть для любой женщины сегодня, ну, раньше это было страшно, рождение больного ребенка, то есть женщина как бы выпадает из системы продолжения рода и теряет право участвовать вообще во всех хозяйственных голосом решениях. То есть только та женщина могла в природе, и до 17-го года я говорила в семье, которая родила минимум двух мужчин, то есть там были требования к женщине. И вот те женщины имели право принимать участие в мужском совете. То есть в семейном совете, я уже не говорю, то есть по социуме, поэтому настоящая семейная, вот эта социальная, она является природной, а вот эти вот клубы, когда создают, приходите в наш клуб, вы станете там как вот сейчас масоном, это просто уродство смешное, это не просто против природы. Понимаете, можно одеть любые короны и одеть все, что хочешь, но ты останешься тем, кто ты есть. И в критические моменты природных катаклизм только люди, имеющие вот этот интеллект, способны спасти и себя, и спасти семью, и спасти государство, и спасти территорию и так далее. Это нужно понимать. Да, да, справедливость, обращаю ваше внимание, распределение всех важнейших ресурсов интеллектуальной природы. То есть человек всегда остается человеком. Больные дети, инвалиды, пенсионеры, дети рожденные. То есть человек никогда не кидал слабых своих на, как сказать, на уничтожение и так далее. Вот фактор человечности и нелюди. То есть тоже это очень важно. Это сейчас очень мощно идет. Дальше. Системность. Но об этом говорили уже. То есть системообразующих субъектов интеллектуальной природы на благо развития. Свобода, самообразование, творчество. И вот здесь очень интересно. Перемещение в интеллектуальном и физических пространствах. Люди все разные. И социальная ответственность. Вот то, что мы говорили. Снята социальная ответственность. Человек может иметь колоссальную должность или еще что-то. И он не отвечает за решения им принятые. Это очень... В семье ситуация такова. Вот не дался какой-то человек. Вот я знаю семьи, где вот прекрасная семья. Ну вот один молодой человек родился вот куда не пойдет работать проблемы везде. И естественно семья понимает, что его нужно ограждать, чтобы он никуда не вляпался и так далее. То есть ему не дают ни в коем случае в семье нести социальную ответственность даже за своих детей. Понимая, что вот это будет делать его отец. Не социально имею в виду, а в решениях ответственность. Куда ехать? Я имею в виду такие вот на бытовом уровне, чтобы все это было понятно. Борис Борисович, прекрасно. Спасибо вам. Принципы известны. Принципы эти показатели личности, они измеримы или нет? Вы же все время говорите, что у вас научный подход. Нет, конечно, конечно. Как мы говорим про медицину, что она должна быть доказательная. А как они измеримы? Я не вижу, что они измеримы. Нет, я спорю. Станислав Владимирович, если... Нет, не надо еще спорить, потому что все это конкретные вещи, которые легко измеримы, легко измеримы. По каждому принципу должны быть естественно определенные стандарты, методики. Это методики, причем я бы не сказал стастраничные, это достаточно трех, пяти страниц. Это все измеримые вещи. Все измеримые вещи. Поэтому... Тогда в ученом мире, например, есть индекс Хирша. Количество ссылок на тебя, если ты лидер в своей предметной области, иностранных ученых, работающих в этой предметной области со всего мира. Вот как тут измерять? Индекс Хирша придуман американцами для того, чтобы... Как американцы, значит, все. Нет, нет, не все. Значит, он нужен для того, чтобы мы публиковали в англоязычных журналах все свои лучшие идеи, и они извлекали пользу. Значит, вот здесь, на этом месте через, ну, через месяц выступит человек Макаренко Григорий Иванович, который придумал индекс российской, для российского интеллектуального пространства, который превосходит индекс Хирша. Мы с ним вас познакомим. Он уже рвется сюда для того, чтобы рассказать про свой индекс. Никакой нам индекс Хирша не нужен, потому что кроме утечки интеллектуального ресурса, через него ничего не происходит. Никогда мы самыми популярными не будем в англоязычной среде, и ссылок на нас никогда там больше не будет, чем на англоязычных авторов, и поэтому все Нобелевские премии будут получать англоязычные авторы. Надо это понимать, просто простые вещи. Давайте я отвечу на ваш вопрос. Вот у нас выступала здесь Вера Анатольевна Радина. Реально, да. Вера Анатольевна Радина, уникальная женщина. Она не кандидат наук, она гениальная, понимаете. Ей нужно даже не академика, а академию вместе с академиками руководить. Почему? Потому что она решила проблему, которую не могли решить в Америке тысячи ученых. Она здесь присутствовала. А вы знаете о том, что когда решила эту проблему, на нее было нападение, то есть ее в Америке одна крупная энергетическая компания, я просто напомню, разрешите, недостоверную информацию, обманула колоссальное количество людей. Была проблема, чтобы люди, которые вкладывают, зарабатывают деньги честные и порядочные, чтобы на пенсию они вышли, вложили какие-то активы и получали оттуда какие-то денежки, жили на них. И вот обманули колоссальное количество людей и не могли эту проблему решить. И непосредственно Вера Анатольевна Радина, которая здесь присутствовала, которая рассказывала о своей проблеме контроля финансов, то есть она эту проблему решила и показала, как нужно управлять финансами. То есть не деньги управляли ею, а она показала всему миру и решила одна из России, Вера Анатольевна Радина, эту проблему для целого континента, который не могли решить мудрецы во всех, причем огромное количество финансового было и так далее. Вот она показала в результате, что она получила. Она никуда не уехала. Женщина с колоссальным опытом контроля и руководства больше 47 заводов крупнейших, она руководила в Советском Союзе. Ее чуть не убили, но она живет в России и сейчас мы понимаем, что если ее контроль внедрить в России, то вот это воровство прекратится. Поэтому ее сейчас не приглашают, она неинтересна, надо же воровать, а если она поставит свою систему, это полный контроль. Но ей интересуется и ее работами интересуются как раз-таки вот такие, как СОРС и так далее. Потому что если они получат вот этот инструмент, отработают хотя бы на одном государстве азиатском, то тогда национальным элитам уже будет просто смерть, капут, можно сказать. То есть они, отработав на одном, внедрят эти технологии по всему миру и соответственно национальные элиты не смогут контролировать, а им дадут как раз-таки вот эти проблемы с народом, экологически решайте. Без денег, без всего их опустят, скажут, решайте свои. И они не смогут сохранить ни капиталы, ни свое имущество, ничего. Вот вам Вера Анатольевна Радина интеллектуальный ресурс. Стоит она чего-то? Безусловно. Одна. Есть ли у нее критерии отбора, как вот Вера Анатольевна появилась-то на свет? Конечно. Но нужно смотреть не на Веру Анатольевну, которая была в Советском Союзе, нужно смотреть, кто папа, мама, 19, 18, 17 век. Поэтому в 1917 году и происходило вот это страшное убийство людей интеллектуальных из семей интеллектуальных, которые воспроизводили и рожали вот таких людей, которые служили России. И здесь вот, понимаете, надо на все смотреть немножко более объективнее и открывать, мне кажется, исторические вот эти источники. Россия существовала веками и она была государственно образующей, в общем-то, такой территорией, где были все народы. То есть этой огромной территории могли управлять. Огромные территории, да еще и приращивались... Это же не просто управлять таким хозяйством, просто нужно подумать об этом тоже. Так, у меня к вам вопрос. К интеллектуалам. Тогда интеллект, он передается по наследству или он приобретается в результате образования, в результате тренировки непрерывной человека самосовершенствующего. Словещую свету. Она считает, что он передается от родителей к ребенку. Однозначно, однозначно. Интеллект – это обязательно генетический фактор. Вы можете... Понимаете, я видела... Вот давайте я вам расскажу свой собственный пример. Когда в кадетках вот были проблемы, то есть родители, у которых военные были в роду там долго-долго, мы приходили, вот все объединились и говорим. Вот получил двойку, он один, и в классе 30 человек. Накажите весь класс. Тогда им будет стыдно, весь класс уже двоек не будет иметь. И оказалось, что стали вносить вот эти либеральные правила. Мы начали возмущаться с детям. Ваши права, ваши права. А мы говорим, нет, вот давайте, мы же не просто в кадетку поступали, туда поступали дети какие? Спорт, музыка, математика. Был некий отбор естественный по знаниям, по физическому состоянию, по способностям. То есть мы видели, что мы все пришли туда, мы все одинаковые в классе. И вдруг эту ситуацию стали тормозить. А потом вдруг появляются у нас дети, которые не могут что-то освоить, им нужно дополнительно, то есть в группу попали люди более слабые. И когда мы стали смотреть, а как они попали, естественно, они не сдали общие экзамены, у них уровень подготовки был ниже. И тогда что стали делать? Опускать уровень интеллектуальный тех, кто поступил, до уровня тех детей, которые пришли, можно сказать, так по знакомству, потому что они пришли. А когда мы стали смотреть, кто родители, мы уже оснулись, потому что, естественно, по всяким критериям эти люди не могли никак… То есть было видно, что они не могут родить здоровых детей, и действительно на детях были, к сожалению, у детей были отклонения. То есть они не могли по своим качествам физически в этом классе учиться. А они учились. На самом деле этот спор генетический или, как сказать, по результатам деятельности, он ведется очень давно, ему больше 500 лет этому спору. И в конце концов… я как женщина ответить могу. Ну, вы уже как женщина ответили, да. Поддержите меня. Но я хочу сказать, что это на 70… Рожайте у нас от умных мужчин, не богатых, а от умных, здоровых, красивых, у кого мама, папа. Я вам отвечу, как женщина. Понимаете как? А, конечно, есть женщины, которые жают деньги. Поэтому они боятся анализа здоровья. Этот спор известен и ответ тоже известен. 30% интеллекта от… 30% от генетики и 70% – это воспитание и образование, безусловно. Но любая говорильня по интеллектуальной собственности и по интеллектуальной природе должна заканчиваться каким-то документом. Здесь мы предлагаем вам декларацию интеллектуалов, которая состоит из двух разделов. Это принципы жизнедеятельности в обществе и принципы самосовершенствования. Принципы самосовершенствования касаются конкретного человека, а первые три принципа касаются отношений в обществе. Эти принципы отношений в обществе – это содействовать развитию законодательства в соответствии с естественным правом, вытекающим из законов интеллектуальной природы, содействовать совершенствованию системы образования в соответствии с законами интеллектуальной природы, содействовать развитию науки в соответствии с законами интеллектуальной природы. А принципы самосовершенствования – это совершенствоваться через самообразование, системное решение реальных, современных проблем. И тут генетика, конечно, играет роль, но в малом и большом интеллектуальном пространстве, в собственном и в общественном, ясно. Дальше надо развивать системное мышление через умение моделировать и абстрактно мыслить, моделировать проблемы и их решать. Дальше активно воспроизводить и реализовывать результаты интеллектуальной деятельности в сфере своей профессиональной деятельности, что обязательно. И последнее, значит, три заповеди. Не творить во зло и ответствовать за свои творения. Это касается и ученых, и изобретателей, и бизнесменов, и политиков. Не разрушать человека и человечество ради коммерческой выгоды. И третье, не засорять природу и экосферу своего обитания. Все, спасибо за внимание. Я извиняюсь, потому что я огромное количество времени отнял. И вообще-то Станислав Владимирович должен как-то это дело плавно продолжить. Может быть, коротко, плавно продолжить. Абсолютно коротко, давайте мою флешку поставим. И, возможно, там я не могу на таком социуме не могу не сказать про свой университет. Я имею в виду Московский авиационный институт. Я представитель факультета прикладной математики и физики. Поэтому, если у вас талантливые дети, вы это чувствуете, я очень бы хотел, чтобы они к нам пришли и продолжили свое образование. Потому что вы знаете, что российское образование сегодня переживает определенный период неопределенности. Мы вступили в Болонский процесс. Образование стало трехфазным. И сейчас на кафедру, я про свою кафедру скажу, со всей Руси Великой приехали люди из регионов, имеющие первое высшее, именно по математике. Но здесь они поступают вначале в магистратуру, потом лучшие из них пойдут в аспирантуру и продолжат карьеру в качестве ученых. Ну, я надеюсь. И вот как раз моя миссия, как преподавателя этой кафедры, заключается в том, тем более дружа по-человечески с Борисом Борисовичем, я осознал, что нужно не просто интеллигентов даже в области математики из них делать, а интеллектуалов. То есть таких людей, которые создают результаты интеллектуальной деятельности, в итоге входящие в употребление человечества. И вот с Борисом Борисовичем, тем не менее, на это дело спорим. Борис Борисович мне говорит, что, ты знаешь, Танислав, что математика – это всего-навсего язык науки. Наука – это физика, физиология, биология, ну и много логии. Танислав, геология, астрономия. Да, интеллектуология в итоге, наука получается, а математика – только инструмент. Вот, да, для развития этих наук. И вот вам пример, пожалуйста. Мой товарищ с моей кафедрой подготовил докторскую диссертацию в области фрактальной алгебры. И вот я слушал сегодня много высказываний по поводу социологии. И сплошь применимы методы фрактального моделирования для того, чтобы улучшать, для того, чтобы улучшать как раз реальные системы. Независимо от того, в гуманитарные, в технические сферы можно правильно делать транспорт московский. Я предложил ему среди магистрантов сейчас запускать такие проекты, как, например, сравнение с помощью фрактальной алгебры, сравнение структуры транспортных систем крупных городов. Например, Москвы, Лондона, Парижа. Интернет позволяет это сделать. Не обязательно туда ехать сразу. И у него применение, потому что на сегодняшний день Саша Семенов, если это в интернете пойдет, он увидит, что я помню, про него сказал на таком собрании. Значит, сделал аппарат для изучения практически многих совершенно предметных областей, а сам не применяет. Вот как его классифицировать? Он внес свой результат в развитие науки, интеллектологии. Поэтому, Борис Борисович, наши споры не закончатся, наверное, никогда. Теперь, я не знаю, можем ли что-нибудь показать или нет? Смотрите, я включила, да? Уже получилось. Сейчас я, ой, я не сижу, мимо стула сажусь. Вот смотрите, можно отправить, вот, чтобы вы на руках не держите, говорите. Новую, да? Да, конечно. Хорошо. Сейчас я смотрю, что открыть для того... Я по поводу математики языка хочу уточнить. Да, вы пока ищите свои... Тут очень маленький экранчик. Слайда, да. Коллеги. Значит, хочу сказать такую вещь, что известный физик, нобелевский лауреат Гейзенберг, они очень дружны были с Бором, Нельсом Бором. И Гейзенберг совершенно чётко определил и сказал, что когда Нельс Бор пытался математическую модель, какую-то интересную, такую, на его взгляд, перспективную поставить впереди и под неё искать какие-то природные явления, то у него ничего не получалось. И эти попытки были многократными. Это примерно то же самое, что у нас экономико-математический институт, он занимается тем, что вот создают какие-то математические теории, а потом туда подгоняют какую-то экономику. И это всё не работает. Это всё мёртвые вещи. И вот он сказал, Гейзенберг, про Нельса Бора, что когда Нельс Бор выявлял какой-то эффект физический, обнаруживал, он недели две-три месяц ходил, вынашивал понимание, вот философское понимание этого феномена, который до сих пор был непонятен никому. И когда он начинал понимать, после этого он подводил туда математический аппарат и работало безупречно. И это вот один из примеров того, что математика не является лидирующей наукой. Математика является сопровождающей точно так же, как деньги не являются лидирующим средством. Деньги сопровождают идей, а математика сопровождает, как сказать, открываемые феномены, эффекты. И здесь, на мой взгляд, это моя точка зрения, Станислав Владимирович, он профессор кафедры прикладной математики, у него целый ряд студентов, которые имеют международные дипломы. Послушав всю теорию, которую сегодня мы так долго излагали, а Борис Борисович даже изложил ее в своих работах, вот сделала такое видео примерно на пять минут, и где про интеллектуальную природу, с моей точки зрения, рассказывает очень интересно. Ну, естественно, с помощью частично заимствованных кадров из интернета, но она все это смонтировала. Давайте посмотрим. Да, и не только красиво, а все умные слова, которые сегодня были произнесены, в ее видео присутствуют, на самом деле. Мы узнаем из ее видео, что же такое интеллектуальная природа, третья природа Вселенной. Ну, мы знаем про первую. Успеваем читать, да? Студенты успевают, это для всех можно сделать. Успеваем читать, да? За кадром, да. Ее зовут Женя Евгения Захарова. Девочка тоже приехала издалека в Москву. Уже математик, сейчас будет магистром, потом, я надеюсь, пойдет ко мне в аспирантуру. Ну, по отдельности эти кадры вы могли видеть в интернете, но вот она так все построила. Маленько, петельщик, человек. Много о социальных сегодня говорили. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Все, спасибо. Не успел я вам рассказать об институте нашем, московском. В следующий раз, но и по поводу локации. Здесь маловато локации для такой важной проблемы, которую мы обсуждаем. Может быть, правда, какие-нибудь университетские возьмем здания? Ну, например, Дом культуры и техники московского авиационного института. У нас недалеко, на Соколе, в локации дом 4. Ну, в общем, давайте развивать клуб, который сижу рядом с его создателем. Спасибо. Спасибо.